Камнитория на телефоне. Трансляция наша началась. Дайте, пожалуйста, сигнал о том, хорошо ли нас видно и слышно, и мы начнем сегодняшнюю беседу. Дайте процесс сигнал о том, хорошо ли нас видно и слышно, и мы начнем сегодняшнюю беседу. Так, есть ли у нас сигнал? Итак, судя по всему, мы наконец-то решили все технические трудности. Разры JENNINGS. Мировой кризис проник не только в экономическом сфере, но и в технических иных сферах в экономическом сфере, и граничники тоже. Заход ideas for the ogie roz S hopper data-iter data, которые созданы комп desires to save asent. Особственно, во всем Parker sounds. Сегодня именно об этом, если бы мы хотели поговорить, мы об этом. Мировая экономика парляapper is not part of money. Мировая экономика, сiary часть вопроса. С generals можно говорить. Чтобы больше-стнуелов мне, и, тем более, arc Aha Silver X in Hell and Hands. Итак, я надеюсь, что теперь мы все проблемы уладили. Так вот, мы продолжаем традицию прямых трансляций на канале «Простые числа». Всегда они сопряжены со всякими техническими трудностями. Надеюсь, сегодня мы все из них сумели решить и оставшиеся полтора часа времени потратим на продуктивную дискуссию. Тем более, что сегодня в гости канала я пригласил известного российского политэконома, доктора экономических наук, профессора Московского государственного университета именно Ломоносова Александра Владимировича Бузгалина. Здравствуйте, Александр Владимирович. Здравствуйте, я очень рад и рад, что технические трудности остались позади. Но это, видимо, неизбежно в условиях кризиса, который действительно разворачивается по всем направлениям. Я рад, что сегодня мы будем обсуждать именно эту очень важную, очень трудную и, я бы сказал, суперактуальную проблему. Да, кризис бьет мировой капитализм, бьет не первый раз, бьет регулярно, как показывают эмпирические опыты исследования истории капиталистического способа производства. И что интересно, современный кризис ведь произошел не в какой-то отдельной национальной экономике. Он принял глобальный масштаб. Ну, можем ли мы говорить о кризисе, это дискуссионный вопрос, может быть, речь идет только о некоторых его предпосылках. Однако, экономические потрясения сегодня распространяются посредством каналов международной торговли, глобальных инвестиций, то есть в той части современной экономики, где на самом деле свободный рынок достигается у апогея. Ведь нет никакого глобального государства, которое устанавливает правила игры, угнетает эффективных предпринимателей, устанавливает антимонопольное регулирование разными формами, ограничивает частную инициативу. Нет, свободная торговля, свободная мировая торговля позволяет организовывать картели, позволяет действовать, не оборачиваясь на мифическое международное право. И именно эта сфера, как ни странно, порождает все больше кризисов, несмотря на то, что никаких мерзких рож из обкомов, как говорят известные либеральные деятели, над мировой экономикой не нависают и не указывают частным инвесторам, как им поступать. Так что, Александр Владимирович, рыночек порешал или нет? Ну, прежде всего, мерзкие рожи, в кавычках, из обкомов присутствуют. Эти мерзкие рожи отнюдь не столько государственные деятели, сколько те несколько десятков семей, которые контролируют ключевые богатства мира. По оценкам швейцарских математиков, как ни странно, существует около сотни крупнейших финансовых институтов, которые контролируют практически все крупные корпорации мира прямо или косвенно. Вот этот мировой обком, если хотите, глобальный капитал, в точном смысле слова, контролирует сегодняшнюю экономику. Но я хотел бы чуть-чуть перекинуть мостик в прошлое и вспомнить человека, 150-летие которого мы отмечаем в этом году, Владимира Ильича Ульянова-Ленина. В 1916 году он написал книгу «Империализм как высшая стадия капитализма». Это была не первая работа, в которой он проанализировал логику закона развития капиталистической системы, начиная с почти юношеской работы развития капитализма в России и далее через серию книг. Вот если мы посмотрим на то, что было написано во время Первой мировой войны, то окажется характеристика мировой экономики удивительно, как в кривом зеркале отражается в современной ситуации. Вот то, что было тогда и то, что сейчас. И это страшно. И это в то же время залог того, что у нас есть возможность и необходимость искать выход из этой ситуации, искать альтернативу, я прямо скажу, искать коммунистическую альтернативу, но об этом, наверное, мы поговорим особо. Я не знаю, сейчас или чуть позже мы перейдем к вопросу о том, что же сказал Ленин об империализме и почему это удивительно актуально сегодня. И что мы должны и можем дополнить, изменить в этой характеристике. Мне не хочется читать длинную лекцию, у нас все-таки прямой эфир, диалог, но профессорский статус, он где-то давлеет, и все время хочется начать разворачивать этот длинный монолог. Кстати, я хочу прерваться буквально на одну минуту и сказать огромное спасибо издательству УРС. Мы вот сидим на фоне этого красного плаката. Это не случайно, это очень интересная группа талантливых людей, которые уже не первое десятилетие, вопреки всему, издают книги, в которых Маркс, в которых Ленин, в которых социалистические идеи современности. И вот этот мостик, Ленин сегодняшний день, Маркс сегодняшний день, вот он даже представлен здесь у нас на столе. Это не реклама издательства, они работают, но если они себе в убыток, то точно не в большую прибыль. Да и мы здесь на чисто общественных началах. Вот. И, пожалуй, теперь главное. Ленинская характеристика империализма. Рынок царит, свободная конкуренция царит, но уже подорвана. Это касается мировой экономики, а не только национальных систем. Вот то, что вы, Олег, сказали в самом начале. Мировая экономика тоже под контролем, это только кажется, что никто над ней не давлеет. И, кстати, есть государства и есть особые государства. Знаете, как Уорл, который говорил, все звери равны, но некоторые равнее других. Это на самом деле не про СССР было сказано и не про нашу партноменклатуру. Это было сказано про них, про империализм. Вот есть некоторые государства, которые равнее других. Америка, Соединенные Штаты Америки задают правила игры и в значительной степени их задают. Включенные в орбиту НАТО страны Европы и Европейский Союз, как бюрократия, во многом даже надгосударственная бюрократия, задают свои правила игры. Сегодня Китай участвует в формировании этих правил игры, но он не имеет мирового влияния, но значительную часть вокруг себя он контролирует. И это особая экономика. Для Ленина это была экономика корпораций. Тогда он очень четко, кстати, нарисовал целую систему. Картель, простейший сговор по поводу того, как продавать продукцию. Ну, на самом деле, еще могут быть более примитивные формы. Вот картельная система, где монополия образуются в сфере обмена. Но дальше идет что-то большее, трест, где монополия образуются в сфере производства. Сегодня транснациональная корпорация – это сеть, вот это очень важно. Это даже не группа предприятий, это не комбинат, который объединяет там все от добычи оруды до производства автомобиля. Это мировая сеть, такой паук с кучей щупалец и с сетью, которую он опутал мир. Эти пауки сами объединены в сеть. Вот сегодня кризис авиационных перевозок, но давайте посмотрим на то, как реально устроены авиационные мировые перевозки. Это огромная сфера современного высокотехнологичного бизнеса. Есть компания One World, Sky Team. Sky Team – это полтора или два десятка крупнейших авиакомпаний. У них единые цены, единые билеты, единые бонусы, единая система господства над людьми, по сути дела. То же самое касается автомобильной промышленности, электроники, программного обеспечения. Это такие сети пауков. У нас есть замечательная возможность выбрать, в чьей сеточке нам с вами лучше жить, где нас медленнее съедят или где нам чуть больше крошек достанется. У нас есть выбор совершенно замечательный. Можно выпить один вариант раствора ортофосфорной кислоты – Coca-Cola. Можно выбрать второй вариант ортофосфорной кислоты – PepsiCo. С одним ты будешь принадлежать поколению Pepsi. Вот вы, если пьете, поколение Pepsi. Я уже не гожусь в любом случае. А если Coca-Cola выпить, то знаете, как плывет? Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит, Новый год смотрят. Все знают, что достаточно нескольких грузовиков Coca-Cola и тут же праздник придет. Это не смешно. Это система манипулирования и подчинения человеку. Ленин показал. Да, начинается подрыв товарного производства, подрыв свободной конкуренции. Сегодня это превратилось в систему манипулирования. Это уже стопроцентный рынок манипуляторов. Ну и рынок в весьма специфическом виде. Это только один признак. А еще есть финансовый капитал. У вас там есть еще 10 вопросов? А то я про один расскажу все полтора часа. Интересно в контексте того, что вы сказали, вспомнить тему о монополизации современной экономики. Ведь на самом деле Альянс Sky Team, который объединяет, как вы правильно сказали, десяток крупнейших авиаперевозчиков всего мира, не был создан руками государства. В отличие от позиций наших либеральных коллег, мы-то понимаем, что не государство создает монополии. Рынок сам стремится по этому пути идти. Однако он может использовать государство для того, чтобы ускорять этот процесс, ускорять процесс накопления капитала. И особенно актуально это в контексте происходящего на мировом рынке нефти. Ведь на самом деле мировой рынок нефти идет по пути стремительной монополизации. И вполне легально на нем существует такой картель, как ОПЕК. Это еще не чистая монополия, но это некоторый переходный вариант между рыночной конкуренцией и чистой монополией. Олигополия известная каждому студенту первого курса экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Я не сомневаюсь. Ну и не только МГУ, я надеюсь. Такое, что интересно, процесс монополизации экономики одновременно сопровождается обострением борьбы между разными капиталистами на национальном уровне, которые выходят на международную арену и пытаются друг от друга оторвать кусок его рынка. И происходящее сегодня в ОПЕК на рынке нефти, когда Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией, хотя, казалось бы, идея об ограничении объема продаж – это то, что выгодно каждому производителю в отдельности увеличивать цены на продаваемую продукцию, в конечном счете в контексте доглобализации мировой экономики тенденции монополизма и обострения противоречия между национальными капиталами стала одним из поводов, одним из детонаторов, который запустил очередной виток глобальной рецессии. – Ну, рецессия только начинается, и здесь много факторов, давайте об этом отдельно. – Но в Европе уже два квартала подряд имеет отрицательный рецессий. – Да, про Россию говорить нечего. Если о современной ситуации на валютном и нефтяном рынке, я уже много раз комментировал этот вопрос, давайте с самого начала. Прежде всего, действительно, существует олигополе, но при этом это объединение капиталов, которые реально контролируют мировой рынок, причем не только нефти. Корни всего этого в финансовой сфере – это контроль, прежде всего, за финансовым рынком, это финансовый капитал, который через шейхов, через конкретные нефтяные корпорации проникает практически везде. Россия, ну, слишком широко российские корпорации раскрыли рот, чтобы отхватить кусок от пирога арабских шейхов и американцев, сланцевой нефти, но и всех остальных. Не получилось. На самом деле, то, что потери будут огромными, было очевидно, но проблема в том, что если бы пошли на соглашение с ОПЕК, надо было бы сразу поделиться значительной частью прибыли. В первую очередь, с Соединенными Штатами, что интересно. Потому что Соединенные Штаты в ОПЕК не входят, и в ОПЕК плюс они тоже не собираются вступать. У них есть сланцевая нефть, и продается она, и является рентабельной. Приц мировой цене нефти условно выше 50 долларов за балли. Хотя и то спорный вопрос. Так вот, если бы Россия сократила объемы продаж, она фактически уступила бы свою долю рынка американским производителям. Понятное дело, что российской стороне это невыгодно. Однако, нужно подходить здраво к вопросу принятия решений, не волонтаристки. И в конечном счете, если все предыдущие пару десятилетий главной целью российской макроэкономической политики была так называемая стабилизация, и слово стабильность, наверное, это главное слово последних 20 лет для российской хозяйственной системы. Хорошо, мы до сих пор не в глубоком кризисе. О развитии речи не идет. Стабильность, знаете, сидим в своем болоте и обеспечиваем стабильный доход российским нефтяным экспортерам. Так вот, интересно, ведь это решение поссориться с ОПЕК и объявить фактически демпинговую ценовую войну Саудовской Аравии. Как вы полагаете, насколько оно было просчитано? Сможет ли Россия выдержать эту демпинговую войну? Насколько достаточно у нас резервы в широком смысле слова? Я не про ФНБ сейчас говорю. Насколько у нас велик запас прочности экономической, политической, социальной в нашей стране, чтобы выиграть эту ценовую войну и в конечном счете увеличить свою долю рынка, мирового рынка нефти? Понимаете, Олег, я не стал бы вообще говорить о России в данном контексте. Я бы стал прийти, чтобы говорить... Мне интересует, к сожалению, вопросов приходило много. Нет, я... Понимаете, в чем дело? Я хочу по-другому сделать акцент. Это не Россия. Это российские нефтяные корпорации, российский финансовый капитал и та бюрократия, которая с ними сращена. Потому что интересы этих корпораций, интересы нас с вами, интересы нашей страны, это две большие разницы. Ну, мы говорим о правящем классе. Собственно, он и есть Россия в контексте мировой экономики. Да, вот, к сожалению, для нас, которые до сих пор не могут добиться того, чтобы он нами был контролируем, а лучше вообще не существовал. Итак, прежде всего, вот то, что невыгодно гражданам и невыгодно стране, вот этот рост курса доллара, падение курса рубля, падение цен на нефть, необходимость проедать запасы для того, чтобы хоть как-то решать социальные проблемы. Все это невыгодно России, невыгодно нам с вами. Это результат решения. Во многом... Ладно, не будем... Но те, кто заранее знал, что Россия не войдет в сделку ОПЕК+, что не будет стабильной цена на нефть, и она будет падать, они все прекрасно знали, что российское правительство не пойдет на сверхординарные меры по контролю над курсом рубля, что рубль упадет. Друзья, а за 30 минут сделать 10% прибыли не слабо, очень даже приятно. И те, кто знал про это решение, прекрасно могли просчитать и вложить сотни миллиардов, пусть рублей хотя бы, чтобы получить десятки миллиардов. Что интересно, в контексте укрепления рубля в прошлом году, если помните, российский рубль несколько укрепился по мере дорожания нефти в прошлом году, я даже себе подсказку сделал, 66 рублей 90 копеек до 62 рублей 90 копеек за доллар укрепился рубль за предшествующий год, хотя Центральный банк активно препятствовал этому укреплению, в июле закупил в резервы 22 миллиарда долларов, в результате рубль резко упал на два значения относительно доллара в середине прошлого года. Так вот, я напомню, что Набиулина, наша известная глава Центрального банка, в конце прошлого года по учительным тоном утверждала, что нечего слушать всяких врагов России, ставленников Запада, которые не верят в рубль, которые обещают нам девальвацию. Рубль укрепился за сентябрь-декабрь прошлого года, а значит выиграли те, кто хранил свои активы в национальной валюте. Так и надо делать дальше. Это разумная политика, как, знаете, сейчас говорят, запомните этот твит. Ну, так обычно говорят те, кто потом садится в лужу со своими прогнозами. Ровно так и произошло. Не прошло и двух месяцев нового года, как рубль вновь сильно обвалился, и мне представляется, это закономерность, которую можно предсказать на долгие годы вперед. Вот сколько раз рубль обесценился к доллару за последние 30 лет? Ну, 120 тысяч раз относительно советского рубля. Российский рубль просел в сравнении с американской валютой. И как это обычно происходит? Все мировые потрясения, падение цен на нефть, санкции и иные формы давления на российский капитализм, он это давление сбрасывает в виде очередной девальвации рубля, которая на самом деле является ничемным, как формой скрытого налога на население. Когда падает покупательная способность рубля, каждый из нас из своих карманов немножечко вкладывается в копилку, достающуюся представителям российской олигархии, сырым экспортерам. Это компенсирует выпадающие доходы экспорта. На мировую цену на нефть не повлиять не могут, а на распределение внутри страны с помощью национальной валюты воздействует очень эффективно. Это к вопросу о том, в чем хранить деньги. Может быть, на сегодня-завтра курс будет оставаться волатильным, и принимать решение здесь надо очень аккуратно. Но что касается большей перспективы, я уверен, что девальвация рубля произойдет еще не один раз под воздействием внешних факторов. На самом деле и да, и нет, потому что в ближайшей перспективе для финансовых игроков и тех, кто за ними стоит, крайне выгодна будет ситуация, когда рубль немножко подорожает. Это традиционная манера, она была проделана в 2014 году. Да, биржевые спекулянты, крупные финансовые институты, а не только мелкие спекулянты на бирже. Обычно государство в какой-то момент, про который знают те, кто должен выиграть и выиграет на колебаниях биржевого курса, начинает активную интервенцию, рубль несколько дорожает. Вот если вы помните, уже была ситуация, когда рубль стоил 70 и так далее, доллару, да, то есть наоборот, доллар стоил 70 с хвостиком рублей, потом вернулся к 60, опять-таки, с определенным хвостом. Под воздействием дорожающей нефти. Но в конечном счете Центральный банк, конечно, не даст... Ну, не только проблема была в нефти, проблема была в игре, которая проводит этот банк. Центральный банк, естественно, не даст рублю обвалиться до значения в 200 рублей за доллар, потому что в конечном счете государство ставит перед собой не только цель в каждом шаге удовлетворять сиюминутные интересы господствующего класса. Его задача заключается также в том, чтобы не дать уничтожить объект эксплуатации, чтобы Россия выступала в роли поставщика сырья на мировой рынок. Нужна относительная стабильность в стране. А доллар за 200 рублей – это фактор, который взвинтил бы инфляцию, наверное, до трехзначных значений, и нефть экспортировать из страны было бы просто невозможно. Олег, я несколько продолжил логику, просто те, кто нас внимательно слушает и видит, не потеряли нить. Итак, еще раз. Есть интерес спекулянтов, финансовых спекулянтов, которые выигрывают на этих колебаниях. Поэтому то, что проигрышно для нас всех, может быть выигрышно для финансового капитала, и отчасти даже нефтяного капитала, который с финансовым капиталом сращивается. Два. Есть большая проблема стабильности российского нефтяного дохода, дохода нефтяных корпораций, прибыли нефтяных корпораций. Понимаете, в условиях, когда сокращается цена на нефть, они, по идее, должны потерять огромные деньги, они должны потерять треть своих доходов сейчас. Но этого не произойдет. Почему? Потому что рубль обесценился. И они, пониженные, меньшие доходы в долларах, компенсируют за счет того, что рубль получает с нас, с вами, как, ну не знаю, как наказание для граждан и поощрение корпорации. Компенсацию, поскольку рубль, опять-таки, бесценился, и раньше за доллар платили 60 с чем-то рублей, да, сейчас мы платим 70 с лишним рублей. Огромные изменения. Вот этот процесс очень важен. Ну и самое главное, о чем мы должны вести речь, и возвращаясь к теме Ленина, империализма и сегодняшней ситуации. Экономика, в которой все процессы контролируются крупными корпорациями, причем корпорациями, которые зависят от мировой конъюнктуры. Российские корпорации в значительной степени контролируют российский рынок, контролируют российскую власть и контролируют нашу с вами жизнь, уважаемые сограждане. Но сами они, как и вся наша страна, зависят в конечном итоге от ситуации на нефтяном рынке, на финансовом рынке, на валютном рынке. А эта ситуация определяется, я сказал, в самом начале, высоким уровнем концентрации капитала. Сотни крупнейших финансовых игроков косвенно контролируют мировой рынок. Почему? Потому что сегодняшний мировой рынок – это рынок финансового капитала. Ну, давайте к финансовому капиталу чуть позже. Вот сейчас вот эта цепочка крупнейшей корпорации, которые защищаются флотом, армией, ракетами и шпионами, плюс средствами массовой информации США и Европейского Союза, контролирующий мировой рынок, от которого зависят корпорации России, которые контролируют матрешку, где в самом низу под давлением находятся мои граждане России. Ну, если честно, совсем плохо. В Центральной Африке или, как сказать, в бедных странах Азии. Но сейчас мы говорим о нашей своем стране. Проблема. Проблема, которую все называют, но никто всерьез не хочет анализировать ее глубинные причины. Россия сидит на нефтяной игре. Во-первых, все, кто говорит 20 лет, должны закономерно отвечать на вопрос. Почему? Особенно это касается власть-продержащих. Почему вы обеспечиваете, гарантируете, создаете систему, при которой мы зависим от того, что захочет или не захочет арабский штаб. Почему? Ответ очень простой. Потому что это выгодно тем, кто контролирует власть. Сегодня очень много разговоров о том, что нет олигархии, потому что власть контролирует бизнес. Во-первых, вместо слова «бизнес» надо поставить капитал. Вместо слова «капитал» — крупный капитал, сырьевой, финансовый. И дальше кажется, что да, каждого отдельного крупного бизнесмена, миллиардера, конкретная государственная система, российская система, может посадить в тюрьму, может превратить в специалиста по производству, я не знаю, что там Хатарковский производил, тапочки, варежки, да, и так далее. Может. Но наступить на интересы всего класса олигархов, крупного капитала не может. В конечном итоге это одна номенклатура, олигархически-бюрократически. И если наше, не наше, российское правительство, российская власть, вдруг предложит то, о чем говорили многие из лидеров 20 лет назад, прогрессивный подоходный налог, нам это обещали все, в том числе исправить верхушки, у них ничего не получится. Опять надо будет сказать, что это не нравится. Выступает президент, говорит, мне тоже вот не нравится, меня коробит, когда топ-менеджеры крупных корпораций получают десятки миллионов рублей. Но что мы можем сделать, друзья? Вот по-другому они работать не будут. Они такие классные специалисты, что если мы вместо 10 миллионов заплатим 1 миллион, они тут же уедут в Америку, где им предложат миллион долларов, к тому же не рублей в день, а долларов в день. А плюс у нас еще иностранные специалисты, которым мы платим большие деньги. Не может же начальник получать меньше, чем иностранные специалисты. Вот тройная ложь. Ну, во-первых, я не уверен, что кому-нибудь нужны топ-менеджеры наших корпораций в Америке или в Англии, я как-то не слышал. И еще, кстати, на телевидении ведущие говорят, что да вы что, если мне платить не такие безумные деньги, я тут же стану главным ведущим СНН или еще чего-нибудь. Ну, смех и грех, на самом деле. Второе. Была ситуация в Советском Союзе, когда, да, нужны были иностранные специалисты, им платили намного больше, чем получал красный директор. Кстати, еще до сталинские времена был партмаксимум для коммунистов, и ничего страшного от этого не происходило. Ну, и в-третьих, есть, я не большой поклонник любого капитализма, но если мы посмотрим на социальную модель рыночного капиталистического хозяйства, то в Норвегии или в Австрии топ-менеджер получает, ну, в 20 раз больше, чем медианная зарплата работника. Обычное значение 11-14 раз, разрыв. Самый богатый хозяин, топ-менеджер, и средняя зарплата по фирме. У нас сотни и тысячи раз. У нас что, менеджеры в 100 раз эффективнее, чем в Норвегии или в Австрии? Это даже смешной вопрос. Народный тот у нас, ленивый. Вот. Дальше встает еще один вопрос, но сначала я бы два слова сказал про государство, опять вспомнил Ленина. Понимаете, мы обычно из ленинских работ выбираем несколько цитат, которые действительно очень важны, из государства революции, и дальше не идем. Но если внимательно посмотреть на ленинское наследие, на наследие Маркса, на то, что писал Энгельс, государство. Государство в буржуазной системе, особенно в современной системе, есть, если хотите, три головы, как у дракона, у Змей Горыныча. Вот одна голова, та, которую писали Маркс, Ленин, и которую знает каждый, кто немножко учил марксизм. Государство представитель интересов правящего класса буржузии. Правильно? Абсолютно правильно. Но дальше надо уточнить. Ульянов пишет, это не просто буржуазия, она стала очень дифференцированной. Есть финансовые олигархи. И государство, прежде всего, выражает ее интерес, а часть буржуазии, мелкой буржуазии, оказывается в двойственном положении. С другой стороны, есть привилегированный, подкупленный рабочий класс, рабочая аристократия. Давайте про это не будем забывать, когда мы говорим о диктатуре пролетариата или еще о чем-то. А рабочую аристократию включать в число диктатов, которые подкупили, это не шутка. Итак, не просто интересы буржуазии абстрактной, интересы финансовой олигархии и те, кто подкуплен этой олигархией. Это большое социальное слово. Не большинство, но большое социальное слово. Раз. Есть вторая сторона. Ленин много пишет о государственном монополистическом капитализме. Государство – особый актор. Я использую модное слово, профессор, и, в конце концов, или нет. Государство – это тот, кто защищает интересы самого себя любимого. Больше бюрократии, больше зданий, больше доходов и больше власти. Некоторые части оттянуть от империалистической, монополистической буржуазии и положить себе в карман – это тоже мечта чиновника. Причем не обязательно через взятку в конверте или косвенным образом. Просто несколько перераспределить власть. Вот в России такое перераспределение частично произошло. Если раньше была семья Борткирщина, которая давила на бюрократию, то сейчас бюрократия захватила больше власти, особенно при помощи военно-промышленного комплекса и перераспределения ресурсов. И давит на конкретных миллиардеров. Но эта основа ни в коем случае не даст изменить свои собственные интересы. Если голова дракона, которая в бюрократии вцепится в туловище и захочет оторвать кусок у финансовой олигархии, эта голова и тут же по морде и ничего не получится. Президент уйдет в отставку, парламент переизберут, что угодно произойдет. Есть третья голова дракона, про которую коммунистам, социалистам тоже нельзя забывать. Государство, как вы справедливо сказали, не должно доводить до того, что граждане выйдут просто для того, чтобы свергнуть эту систему. Оно не должно доводить до того, что действительно экономика перестанет функционировать, инфляция станет заоблачной, невозможно будет извлекать прибыль. Но оно должно слегка защищать свои собственные интересы и своих собственных финансовых олигархов, финансовую буржуазию олигархов от тех, кто снаружи, чтобы не оттепали кусок. Вот это третья голова дракона. Если и тогда, когда мы с вами, рабочие, инженеры, профессора, учителя, врачи, начинаем протестовать, начинаем бороться, в самыми разными формами, начиная от серьезной компании, и заканчивая выходом на улицу, на демонстрации, как это было, кстати, в 2005 году, несанкционирование, перекрытие дорог, у правительства тут же нашлись деньги, чтобы не монетизировать льготы. Тогда удалось отбить атаку. Да и с пенсионной реформой мало вышло, 50 тысяч, ну может чуть больше. Но все равно потом президент изобразил, что он очень добрый, защищает интересы народа. Тысяч не вышло, ну бля, пес, ну, говорит, особенно товарищи левые, они обязательно два слова каждый раз, дорогие, вот у нас по-спански, да, им нужно сочетать число, это и мужское, и женское. Ну, взять подруги. Никак. Сейчас. что? Интернет не выдерживает. Может, Петрик поставить поменьше? Да, ну, шесть тысяч оставил. Да, поставь четыре. Да, вообще, это очень маленький, по идее, если это здесь 50 мега, то есть, это, это непонятно еще. Так, не нажим. Ага, все, вы увидите. Есть? Сейчас. есть. Итак, я надеюсь, технические проблемы наши устранены. И мы продолжаем, но прежде чем я задам гостю следующий вопрос, я хотел бы сделать небольшое техническое объявление. Если у вас есть какие-то вопросы к участникам сегодняшней дискуссии, пожалуйста, присылайте эти вопросы в чат, но перед вопросом пишите большими буквами слово «вопрос», чтобы модератор мог ваше обращение и потом общим списком прислать мне эти вопросы, на которые мы ответим во второй части нашей сегодняшней дискуссии. Александр Владимирович, вот вы говорили про голову дракона, которая нас, вообще-то говоря, последние лет 10 убеждала, что в России накоплен такой большой запас прочности. Помните, еще с 2008 года Россия останется тихой гаванью, стабилизационный фонд Кудрина, большая подушка безопасности, которая спасает Россию от любых ударов извне. Она действительно накоплена. Международные резервы Российской Федерации одни из самых больших в номинальном выражении. На пятом месте в мире мы находимся. В реальном выражении относительно ВВП чуть пониже, но все равно мы одни из лидеров по этому показателю. Естественно, было бы сравнить эти значения с Саудовской Аравией, ведь именно с ней мы фактически вступили в ценовую войну на нефтяном рынке. Так вот, по номинальному выражению мы почти одинаково имеем с Саудовской Аравией резервы. У нас 560 миллиардов долларов. 593, по-моему. Ну, это последняя цифра, которую я слышал. Ну, не важно, Олег. В конечном счете... Больше полутриллиона. Да. У Саудовской Аравии чуть больше 500 миллиардов. Таким образом, приблизительно мы на одном уровне находимся, но только в номинальном выражении. Но размеры экономики-то ведь разные, и численность населения разная. Саудовская Аравия? Да. А вот это... И тут нужно сравнить некоторые факторы, которые позволили бы нам сделать приблизительную оценку. В этой нефтяной войне у кого больше шансов выжить и не получить внутри страны социальные потрясения, революции и полный крах. Для этого мы можем сравнить, например, размер резервов с ВВП страны и обнаружить, что российские резервы составляют порядка 28% российского ВВП, а в Саудовской Аравии размер резервов превышает 2 трети от ВВП. Это раз. Второе. Зачем нужна иностранная валюта? Чтобы обеспечивать импорт. Так вот, российские резервы позволяют обеспечивать нам импорт в течение 16 месяцев. У нас полностью исчезают экспортные доходы. В Саудовской Аравии это значение самое высокое в мире. 29 месяцев импорта они могут себе обеспечить. С другой стороны, если мы посмотрим на расклад бюджета, то обнаружим, что Россия, конечно, сильно деформирована структурно с советского времени, но все же не является в чистом виде бензоколонкой Европы, какая-никакая промышленность у нас осталась, немного инфраструктуры, работают школы-больницы, платятся налоги, и на самом деле российский бюджет может быть сбалансирован при цене 42 доллара за баррель. При том, что Саудовская Аравия может иметь бездефицитный бюджет только при 80 долларах за баррель. Это интересный вопрос, потому что в этом контексте всплывает целый ряд политических аспектов. Ведь что такое дефицитный бюджет, что такое, когда государству не хватает денег? Это значит, что оно не может выполнять свои социальные обязательства. Так вот, насколько велик социальный и политический резерв российского государства в сравнении с саудитским, например, может ли наше государство в еще большей степени свернуть свои социальные гарантии, в очередной раз повысить пенсии, сделать еще один шаг на пути коммерциализации социальной сферы, выдержит ли наше общество такое давление, отступит ли оно еще раз под воздействием непопулярных мер, мер жесткой экономии, и как вы полагаете, насколько велики такие риски для Саудовской Аравии, где мне представляется общество более патерналистское, гражданских институтов там еще меньше, чем у нас, и мне представляется, они-то выдержат куда большее ограничение своих прав, чем наши люди. Ну, прежде всего, я хотел бы сравнивать не только с Саудовской Аравией, на самом деле, конкуренция идет не только с ней, и речь идет о конкуренции со всеми нефтедобывающими странами, это раз. Позвольте отметить, что Россия среди всех нефтедобывающих стран, на самом деле, макроэкономически выглядит наиболее стабильно. У нас бюджет закрывается на самой низкой цене нефти, в 42 доллара. Судан, извините, должен иметь 200 долларов за баррель, чтобы иметь бездефицитный бюджет. Ну, тем не менее, они с дефицитным бюджетом живут, и, если говорить об Арабских Эмиратах, живут, пожалуй, намного лучше, чем россияне. Я напомню, что доходы граждан Арабских Эмиратов, ну, примерно на порядок превышают доходы граждан России, если смотреть в реальной покупательной способности. Ну, надо еще раз оговориться, кстати, насчет покупательной способности. У нас очень часто говорят, номинальный курс у нас плохой, вот реально на рубль можно купить намного больше, чем по валютному курсу. Если вы покупаете плохие, низкокачественные товары и живете в самом бедном сегменте, то да, если вы хотите купить что-то более-менее качественное, то и российский импортный товар надо покупать по долларовой цене. Поэтому, если сейчас доллар вырос, то вы будете платить, мы будем платить больше. И это не надо забывать. Главное, не только за компьютеры, телефоны и прочие гаджеты. Нет, за все, включая масло, хлеб и так далее, потому что их делают на импортном оборудовании, потому что семена у нас импортные, потому что трактора у нас импортные, потому что, в конце концов, магазины, которые нам продают, в значительной степени, это транснациональные корпорации, все эти сети. Но это другая тема. Главный вопрос в том, что российский бюджет позволяет сохранить социальные расходы примерно на том же уровне при заимствовании из вот этих резервов. Фонд национального благосостояния. Да. Есть какие-то другие варианты заимствования из резервов. Я сейчас не буду обсуждать эти детали. Ну, кстати, это интересный вопрос, потому что ведь нельзя просто взять и потратить ФНБ на покрытие бюджетного дефицита. Поэтому использовали и схитрили схему с продажей Сбербанка, которая будет осуществлена от ЦБ, а по ходу этого дела еще и компенсируют издержки ЦБ, которые возникли в связи с санацией коммерческих банков. Ну, и опять-таки, значительная часть денег уйдет посредникам, которые, понятно, кто. Я хотел бы подчеркнуть, вот эти 560-590 миллиардов долларов, это деньги достаточные для того, чтобы решать социальные проблемы даже в условиях кризиса. Но этот кризис возник в результате того, что российские хозяева власти, хозяева экономики, корпорации, бюрократии создали систему, при которой мы абсолютно зависим от негативной конъюнктуры мирового рынка. Я не огрелся не просто от конъюнктуры, а от негативной конъюнктуры. Потому что при позитивной конъюнктуре нам достаются крохи от того, что можно было бы выиграть. Я говорю о нулевых годах, когда цена на нет достигала 150-155 долларов за баррель. Позволю вам себе вас перебить на этом моменте. 2011, 2012, 2013 год, время начала снагнации российской экономики, падал при крайне высоких ценах на нефть в моменте, доходившей до 140 долларов за баррель. Совершенно верно. Поэтому я еще раз говорю, мы зависим от конъюнктуры, причем очень специфично, не только от негативной. Потому что позитивную съедают хозяева, она негативная, они тоже ухитряются наживаться. И в этой связи, понимаете, нам часто объясняют, вот я буквально два дня назад был на НТВ, потом на общественном телевидении России, звучит возражение. Смотрите, как хорошо, наша власть обеспечила резервирование больших средств. Нам говорили, их надо вкладывать в развитие, их надо вкладывать в социальную политику, а мы их вкладывали в кубышку. Теперь нам есть, что взять из кубышки. Ну, во-первых, вы привели к тому, что надо брать из кубышки. В-третьих, если бы вы не привели к этому кризису, из кубышки можно было бы взять не на то, чтобы погасить проблемы, а на то, чтобы жить так стало лучше людям, не на то, чтобы компенсировать необходимое в этих условиях, точнее, зависит от плохой конъюнктуры, снижение пенсии и бюджетных выплат всем тем, кто работает в здравоохранении, школах и так далее. В принципе, падение может достигать 10%. Да, они компенсируют. Но если бы не надо было компенсировать, можно было бы увеличить на 10% пенсии, увеличить на 10% зарплату учителям, врачам и так далее. Не фиктивно, как по указу президента, а реально. Более того, сам размер этой кубышки определяется структурной деградацией нашей экономики. Совершенно верно. Всякая страна, которая основывается на экспорте природных ресурсов, вынуждена иметь большие резервы в силу того, что сырьевые товары имеют куда большую волатильность. Можете ли вы себе представить, чтобы автомобиль сегодня стоил 30 тысяч, а завтра 120 тысяч? Ну, если в рублях, то запросто. А потом, главное, дешевел так же активно, как дорожал. Нет, вот дешеветь он не дешевеет. У нас бензин дорожает, когда нефть растет. Бензин дорожает, когда нефть падает. Это известная ценность. Значит, давайте вернемся. Если бы мы, у нас был бы чуть менее варварский капитализм. И 10 лет назад мы средства от нормальной конъюнктуры на нефтяных рынках вкладывали не в то, чтобы богатели нефтяные бароны и не в кубышку в меньших масштабах, а в развитие высокотехнологичного производства. Если бы мы сейчас продавали прежде всего не сырую нефть, а станки с числовым программным управлением, ну, робототехнические комплексы на современном языке. Если бы мы сегодня продавали те же изделия из нефти, где цена нефти в себестоимости занимает 5-7%, изменение цены на нефть очень мало бы повлияло. И нам не пришлось бы вообще говорить о кубышке. Справедливость ради нефтепереработка в последние десятилетия в России активизировалась. Но, правда, при этом мы с вами видим, что цены на бензин продолжают стремительно расти. А связано это в первую очередь с тем, что перерабатываем мы бензин в первую очередь для западных покупателей. Ведь ровно для этой цели государство снижает нарушенную пошлину. На нефтегаз осуществляют так называемый налоговый маневр, что постепенно выравнивает цены между российским внутренним рынком и зарубежным. Да, и зарубежным. Только у нас почему-то доходы в 5-10 раз меньше, чем доходы зарубежными. Я, кстати, потом бы еще вернулся к доходам топ-менеджеров и граждан в разных странах и привел бы соответствующие цифры. Но сейчас давайте еще раз зафиксируем. Нефтепереработка – это не только и не столько бензин, более сложный комплекс, который может давать совершенно другие результаты. И подвижки в этом отношении, к сожалению, минимальны. Самое главное, что сейчас, наверное, надо было бы сказать и сделать какие выводы. Мы хотели посвятить эту встречу 150-летию Ленина, и я хотел бы зафиксировать ключевые моменты, по которым то, что он говорил тогда, осталось актуальным, и ключевые моменты, по которым мы сегодня можем многое добавить, развить, а в чем-то и изменить в трактовке капитализма по сравнению с Лениным и с Марксом. Сначала, профессор, я или не профессор, маленькое методологическое отступление. Здесь тоже доцент сидит, вы не думайте, он с цифрами… Всех нас уже задавил, я сейчас тоже всех задавлю, вы подождите немножко. Но сначала методологическое отступление, и есть другая школа, школа методологов. У нас очень не любят, когда кто-то подвергает ревизии марксизма. Но давайте посмотрим. Ленин через 50 лет, после того, как вышел свет «Капитал Маркса», ну, примерно 50 лет, сказал, «Свободная конкуренция царит, но уже подорвана. Вы найдете что-нибудь похожее в «Капитале Маркса»? Нет. «Капитал» — это мир свободной конкуренции. Именно так описывает экономику капитализма Маркс, и он совершенно прав. Прошло 50 лет, приходит Ленин и говорит, «Ребята, Маркс в этом пункте уже не точен. Так описывать экономику нельзя. Нужна диалектическая критика Маркса». И он дает эту критику. Он говорит, что «Капитал стал другим». Вы говорите «Наемный рабочий индустриальный пролетар». Правильно. Но давайте посмотрим на развитие капитализма в России. Это юный Ленин, это самое начало. Это и полупролетарии аграрные, это индустриальный рабочий класс, а чуть позже в империализме, да еще до этого в работах по политическим вопросам, это еще и аристократия, которую подкармливают империалистические державы. Это уже сложная социальная структура. Поэтому мы сегодня, может быть, должны развивать и Маркса, и Ленина, и давать что-то новое. Что новое? Прежде всего, рынок стал не просто олигополистическим, он стал тотальным и контролируемым манипуляторами. Манипуляторы – это не просто олигополи, это те, кто навязывает все качество жизни и экономического поведения остальным участникам рынка. Понимаете? Это подчинение, это в некотором смысле феодализм. Это только при помощи современных капиталистических метров. Когда вам через рекламу, через все механизмы средств массовой информации доказывают, что жизнь происходит только в мегамоле, когда вам доказывают, что вы должны покупать только брендовую продукцию, это уже немного другое качество. Это мир не просто объединенных в корпорации, в монополии атомизированных производителей, это мир сетей, которые объединены в сети. И этот рынок тотальный. Рынком стало все – искусство, люди, образование, все. Второе. На этом рынке продаются симулякры уже в значительной степени. И в России это люди чувствуют. Я сто раз уже говорил, что женщина оценивает платье не потому, из чего ткань, насколько оно красиво и индивидуально, а какая этикетка. Если Шанель – платье великолепное, а если Красная Швея – платье безобразное. Продается этикетка, продается знак. Это рынок 21 века. Вот часто спрашивают, а что вы сделали после Ленина? Сделали. Читайте современные книги зарубежных авторов, и наши сделали. Это уже немного другой мир. И финансовый капитал уже другой. Если у Ленина финансовый капитал – это сращивание банковского и промышленного капитала. Сегодня это немного иное, даже, я бы сказал, существенно иное. Это подчинение реального капитала, капитала реального сектора, финансовому капиталу. Финансовый капитал – это не банк, который, прежде всего, инвестирует в производство. А финансовый капитал – это, прежде всего, деривативы, то есть спекулятивный навес. Объем этих деривативов накануне кризиса был в 12 по скромным подсчетам, в 16 раз. В объективном подсчетам больше, чем мировой валовый продукт. Чтобы понять, 10 лет назад они были равны. Ну, как по идее должно быть. Сколько денег, столько и товаров. Если очень просто. После кризиса немножко болтается, но все равно, в 8-12 раз больше всяких надуток финансовых активов, чем реально необходимые экономики. Спекулятивный капитал подчиняет реальный. Как подчинять? А так, что деньги идут не из финансового сектора в реальный, чтобы развивалось производство при помощи кредитов, при помощи инвестиций. Наоборот. Предприятия реального сектора инвестируют в финансовые спекуляции. Поток из реального сектора в финансовый больше, чем из финансового в реальный. У меня сегодня все более-менее знакомые бизнесмены из реального сектора, бывшие красные директора, рассказывающие их предприятия, выживают за счет того, что не спекулируют на международных рынках. Да, ровно так же промышленные корпорации Запада, в лице Форда, в лице джунной электричества, становятся преимущественно финансовыми спекуляциями. Совершенно верно. Форд многие годы после кризиса не получал прибыли от продажи автомобилей. Однако подразделение Форд Кредит обеспечило ему неплохую спекулятивную прибыль. В результате обычно норма прибыли финансового сектора на 3-5 пунктов превышает норму прибыли реального сектора. Это самые скромные оценки. По моим оценкам 7 процентов. По моим процентным пунктам я обладил расчеты. Олег, я говорю о том, что официально публикуются. Если посмотреть на, ну я не знаю, подноготную что ли, окажется другая ситуация. Еще один момент очень важный. Сегодня образовалась, как я уже сказал, в России это очень ярко видно, номенклатура новая, где сращена верхушка государственной бюрократии с теми, кто контролирует финансовый и косвенно реальный капитал. Причем, что важно, слово контролирует. Если классическая марксистская теория, капиталист собственник капитала. Потом Ленин, очень много написано, кстати, о бюрократии, о революции управляющих, как сейчас это называют, о роли менеджмента. Но сегодня это гораздо сложнее. Это тот круг физических лиц, кто контролирует потоки информации о перемещениях капиталов в финансовом секторе, который контролирует реальный сектор. Причем финансовый сектор тоже многоплановый. Это финансовые спекулянты, которые контролируют хедж-фонды, инвестиционные фонды, которые контролируют банки, или наоборот банк, который контролирует хедж-фонд, пенсионный фонд. И они уже играют с акциями и реальным капиталом в промышленности или где-то еще, или в образовании даже. У нас сейчас университеты стали играть на финансовых рынках. И вот такая ситуация приводит к тому, что возникает вот эта элита. И главные доходы это не зарплата топ-менеджеров. Хотя в России и подавно это не зарплата топ-менеджеров. Но все-таки возвращаясь к этой проблеме неравенства и недавнему выступлению руководителей России. Давайте все-таки посмотрим. В интернете сравнили доходы министра финансов России и Норвегии. Ну естественно Норвегия не самая отсталая страна мира. Как оказалось в 2016 году Антон Силуанов получил доход равный 1,6 миллиона долларов. 90 с лишним миллионов рублей. Из них 346 тысяч это зарплата. Ну несколько странно, что у министра есть огромное количество доходов, которые не зарплата. Ну да бог. Вот я уже говорил, доход годовой министра финансов Норвегии Сиф Йенсен, тот же 2016 год, 132 тысячи долларов, а после вычета налогов 76 тысяч долларов. Давайте сравним эти цифры с тем, сколько получают в России. 6 тысяч долларов в Норвегии получает министр финансов и соответственно 3 тысячи долларов получает учитель. Хороший профессор получает после вычета налогов 5-6 тысяч долларов. Почти столько же, сколько министр. В России разрыв в десятки раз, даже по официальным цифрам. Если мы говорим о корпорациях, разрыв еще больше. Я, кстати, напомню нашим телезрителям, есть много лукавства в цифрах жизни граждан России. Не знаю, как вы об этом говорили или нет на своем канале, но это очень важно. У нас обычно оперируют средние заработные платы. Средняя зарплата это средневзвешенная заработная плата, где 10 миллионов топ-менеджера соединяются с 10 тысячами учителя, которого перевели на полставки или на четверть ставки, или почтальона, или рабочего. Рабочие тоже получают такие деньги. В результате получается 43-44 тысячи рублей. Если мы берем медианную зарплату, половина людей получает меньше, половина людей получает больше. Оказывается, что медианная зарплата это уже 33-34 тысячи рублей. А если мы посмотрим на самую типичную зарплату, модальную зарплату, то окажется, что она вообще 25 тысяч рублей. А 20 миллионов живет ниже прожиточного минимума. Вот просто, чтобы понимать реальную ситуацию в России. И еще раз к курсу доллара, и я длинный монолог закончу. Опять, очень часто считают, нельзя, говорят, по валютному курсу считать нашу зарплату. Надо поприцать покупательные способности. Ну, действительно, если сравнивать цену на трамвай или разбитый автобус в деревне Гадюкино, ну, в городке каком-нибудь маленьком, да, хотя и в Осло, то окажется, что да, трамвайный билет или автобусный билет у нас дешевле. Ну, практически все остальные товары стоят дороже. Не доводилось бывать за границей в многих европейских странах, но самый интересный пример Австрия, где продаются товары их отечественного производителя. Цены максимальные контролируются государством на базовый продукт питания, цены не могут быть выше определенного потолка. Это капитализм. Это варварский эксплуататорский трой. Ну, хотя бы частично придавленный, ну, ограниченный рабочими инженерами, теми, кто выходит на улицы из обастовки. И цены в результате в супермаркетах в Австрии ниже, чем в супермаркетах в обычном российском городе, я даже не про Москву говорю. А доход в 5-10 раз выше по базовым категориям. И еще один важный момент. У нас очень часто говорят, у нас за Россию низкая зарплата, потому что у людей низкая производительность труда. Но, извините, у слесаря выработка такая же, как в Америке или ФРГ. А тут больше? Мы работаем больше, чем немцы? На 30%? А тому и тому же профессору, не буду ни в кого тыкать пальцем. В Китае или в Америке за лекцию платят больше, чем за месяц работы в России. Те же лекции даже хуже, потому что на английском я, например, читаю гораздо хуже, чем на русском. На китайском вообще не умею. Ну, ладно, это в качестве шутки. Кто ответственен за то, что у нас производительность труда в результате низкой? Инвесторы, эффективные собственники. Да, совершенно верно. Реально класс буржуазии, который распределен между очень большим слоем, начиная от предпринимателя внизу, который пытается урвать себе максимум возможного, и заканчивая финансовым спекулянтом, и тем, кто борется за административную, нефтяную и прочую ренту, и сращен с государственными чиновниками. Вот такая ситуация. И это очень похоже на то, что написал Ленин, но это не только то, что написал Ленин сто лет назад, и поэтому мы не случайно о нем сегодня вспоминаем. Кстати, интересный вопрос в контексте той самой нефтяной войны России с другими ближневосточными и заокеанскими производителями нефти. Если мы посмотрим на издержки российских нефтегазовых компаний при добыче, транспортировке в нефти и капитальные затраты сравнены с другими странами, то обнаружим, что в России добывать нефть выгоднее всего. Меньше всего издержек несут российские компании на разведку и бурение, ведь это же известный факт, значительная часть геологии была осуществлена еще в советское время, геологических взысканий, и российские нефтегазовые компании пользуются тем наследием, которое получили от Советского Союза. И самое интересное, что несмотря на то, что капитальные вложения у нас оказываются самыми низкими в сравнении с Соединенными Штатами, с Европой и даже, кстати говоря, с Саудовской Аравией, то мы увидим, что в России самый высокий износ основных фондов в этой сфере, именно нефтегазовый сектор, на самый капитально изношенный в сравнении с другими секторами экономики. Это говорит о том, что наш нефтегазовый сектор в каком-то смысле существует в состоянии суженного воспроизводства, где не только они направляют прибыль на восстановление изношенного капитала на амортизацию, но, собственно, даже и... То есть, наоборот, не расширяют производство, а даже не направляют капитал на амортизацию в достаточной степени, потому что в конце советского периода износ основных фондов по нашей экономике составлял порядка 38%, а сегодня больше 50%. Ну, это так, к слову, об эффективных собственных и о том, что мы плохо живем, потому что ленивые, потому что мало работы. Знаете, находятся у нас такие умные эксперты, которые с умным видом говорят, что рынок вознаграждает успешных и трудолюбивых. Однако, на самом деле, дело стоит в производительности труда, которая у нас вдвое ниже, чем в странах ОСР. 25 долларов ВВП в час в России против 50 долларов в среднем по странам ОСР. Я уж не хочу сравнить с Германией, мы там отстали от нее втрое. Вот я хотел бы обратить внимание зрителей и задать вам такой вопрос, Александр Владимирович, относительно такого закона, выведенного Марксом, который он развил из еще трудов классических политэкономов, в контексте проблемы кризиса перепроизводства. На самом деле, в этом плане Ленин не вступал в полемику с Марксом, а, в общем, принял его теорию кризисов перепроизводства. Если мы посмотрим на всю историю капиталистического развития, то обнаружим эти кризисы, возникающие каждые 8-12 лет. И, на самом деле, то, что происходит сейчас в мировой экономике, тоже имеет в себе частичку перепроизводства. Хотя, конечно, каждый следующий кризис имеет собственное лицо. Но перепроизводство наблюдается в каждом из них. В 2008 году перепроизводство на рынке жилья в Соединенных Штатах, перепроизводство в автомобильном секторе. А сегодня американская экономика очевидно перегрета. С нее ведь началось распространение кризиса, которое было потом только усилено коронавирусом. А то ведь, знаете, у нас либеральные коллеги любят каждый раз в кризисе искать какой-то субъективный фактор. Там решение не то принято в Соединенных Штатах, то, значит, коронавирус, еще какая-то проблема, то буря, то еще ненастья, неурожай и так далее. Однако объективная природа кризиса просматривается в каждом из них. Трамп обеспечил самую низкую безработицу за всю историю Соединенных Штатов последних лет 40. Индекс Зоу Джонса рос стремительными темпами последние годы. И фактически американская экономика, находясь в состоянии перегрева, в последние пару месяцев находилась в рецессии. То есть Федеральная резервная система активно наращивала эмиссию доллара, увеличивая свои активы, пытаясь разогнать спрос, который все в большей степени отставал от предложения. Так вот, как вы полагаете, Александр Дмитриевич, как будет развиваться дальше этот кризис? Будет ли охватывать проблемы перепроизводства другие рынки, не только американские? Ну, Олег, вы меня спровоцировали сейчас на лекцию о природе кризиса в 20-м и 21-м веке, так что терпите уже, мои коллеги, я шучу. Я постараюсь быть краток. Сначала несколько слов про нефтяные корпорации. У нас очень много мифов о том, что они являются драйверами развития. Сейчас не говорят там источки, модное словечко драйвер. На самом деле это шофер, но неважно. В общем, шоферы развития, двигатели развития. Я бы хотел подчеркнуть. Действительно, одно из самых старых оборудований, причем если современное оборудование есть, оно в значительной степени импортное, практически свернутые серьезные геолого-разведочные работы, я бы добавил еще один фактор. Очень низкий уровень рекреации природной среды. Тундра разрушается, и не только тундра разрушается, нефтедобывающими и газовыми корпорациями. Хотя разговоров о экологически ориентированном бизнесе сегодня в России много, но дел намного меньше, чем даже в варварском, я не буду это скрывать, западном нефтяном и газовом бизнесе. Одно уточнение. По природноклиматическим условиям фактические издержки добычи, вот физические издержки добычи выше в России, чем в Саудовской Аравии, или когда мы выкачиваем нефть из моря. Но проблема в другом. Проблема в том, что эта нефть продается корпорациями, которые значительную часть дохода, я специально сказал, не прибыли дохода, кладут себе в карман. Причем кладут в карман по нескольким источникам. Один источник – это издержки, в которые вгоняется все, что нужно олигархам. Они все, что тратят на себя, они все тратят за счет фирм. Это все часть издержек фирмы. Дворец – издержки фирмы. Бал – издержки фирмы, представительские расходы. Самолет – издержки фирмы и так далее. То есть, во-первых, воруют у нас, потому что это наша нефть, вообще говоря, и загладывают в издержки. Во-вторых, не отдают значительную часть ренты даже официально. Цифры, которые характеризуют доход бюджета от каждого доллара, полученного за нефть, очень впечатляющие. В Норвегии – это 80-90 центов с одного доллара. В России – 30-40. Ну, в зависимости от колебаний, конъюнктуры. И дело здесь не только в том, что у нас нефть добывать дорого, и это происходит в тяжелых условиях. Теперь к вопросу о кризисе, и этот вопрос очень тесно связан. Кризис происходит не просто от перепроизводства, он происходит, прежде всего, от такого перепроизводства, которое приводит к перенакоплению капитала. Перенакопление капитала – это ключевая категория в данном случае. Вкладываешь миллион долларов – получаешь 100 тысяч прибыли. Вкладываешь 10 миллионов долларов – все равно получаешь 100 тысяч прибыли. Вкладываешь 100 миллионов долларов – все равно получаешь 100 тысяч прибыли. Капитал перенакоплен. Потом ты вкладываешь миллиард и не получаешь вообще ничего. Капитал не приносит прибыль, потому что нет спроса платежеспособного, невозможно реализовать продукцию. Не случайно сжигали зерно и выливали молоко в гудзон в условиях, когда многокилометровые очереди стояли за похлебкой в Америке эпохи Великой депрессии. – Почему к Великой депрессии обращаться, когда сегодня производители… – Вот, вы сняли у меня с языка то, что я хотел сказать, продукцию. – Да, в продолжение того, что только что было сказано. У нас был ролик на эту тему на канале, наши зрители в курсе о том, как сегодня корпорации с целью не дать ценам упасть ниже стоимости уничтожают продукцию. Что интересно, ведь это действительно возможно в условиях, когда рыночная конкуренция оказывается подорвана. Ведь на самом деле, если мы находимся в контексте совершенной конкуренции, там производитель подобен, наверное, некоторой щепке в речном потоке, он не имеет никакого стратегического поведения, не может воздействовать на рынок. Однако в условиях олигополизации, монополизации экономики, организованные в картеле производители уменьшают объем производства на фоне падения спроса, чтобы оставить цены на прежнем уровне при меньшем спросе. – Совершенно верно. И сохранить хотя бы часть прибыли. Вообще, кстати, еще одна иллюзия. Очень часто считают, что рынок – это большая или меньшая прибыль. Рынок – это не только большая или меньшая прибыль. Рынок – это обязательно разорение и убытки. Если на рынке нет тех, кто разоряется и вылетает в трубу, и пускает себе пулю в лоб от того, что у него нечем расплатиться с долгами или отправляется в долговую яму, то это не рынок, это уже что-то совершенно другое. Ну и тут работают знаменитые фразы «too big to fail», когда крупные корпорации не падают, потому что их спасает государство. Возвращаясь к природе современного кризиса, он во многом другой, чем кризис, который описывал Маркс. Причина, глубинная причина та же, перенакопление капитала. Но прежде всего это финансовый капитал. Недаром вот эти долговые проблемы в ипотеке 10 лет назад, сейчас огромные проблемы, кстати, не только связанные с нефтью или чем-то еще, огромные долги, триллион с лишним долларов, долги студентов только в Соединенных Штатах, кредиты на образование. В России долговой пузырь раздувается. В России долговой пузырь, да, у нас закредитованное население, поэтому реально располагаемые доходы уменьшаются каждый год. Минус 0,5%, минус 0,7%, минус 0,3%. Реально располагаемые доходы, которые учитывают необходимость платить по долгам. А реальные доходы, о которых расскажут, и зарплаты, особенно за счет топ-менеджеров, они растут. Вот зарплаты растут, неизвестно у кого, да, то, что реально люди имеют, сокращается или стагнирует. Сейчас, очевидно, продолжат падение реальные доходы на фоне падающего рубля и растущей инфляции. Но возвращаясь к причинам кризисов. На самом деле был период, когда глубоких кризисов перепроизводства, перенакопления капитала не было. Это 50-60-е, первые половины 70-х годов XX века. Четверть века экономика капитализма развивалась средним высокими темпами и не знала глубоких кризисов. Локальные понижения, какая-то локальная стагнация в Европе, стагнация в конце этого периода, но не кризис минус 10%, тем более не минус 30%, как в эпоху Великой депрессии. Почему? Тогда говорили, Маркс ошибся, вот он написал про 19-й век, про 20-й не писал. Да, он не написал про 20-й век. 20-й век был веком, который пришел после победы Советского Союза. После того, как бизнес, капитал попробовал решить все проблемы при помощи фашизма. Вся Европа легла, расставив ручки, под фашистов почти без сопротивления. Поляки и французы немножко повоевали. В Европе прошли в 30-е годы всеобщая забастовка Великобритании. Восстание в Австрии, Красный фронт накануне вторжения фашистов, немцев в Францию, в Испании победа демократическая на выборах, победа красного-розового блока, социалистического коммунистического блока, потом подавленная фашизмом. Вот в качестве реакции на все это в 50-е годы возник капитализм, где 40-50% всего, что производилось в стране, валового продукта, перераспределялось государство. Возник капитализм, в котором стали делать бесплатное образование, где-то, но делать бесплатную медицину, не везде, но делать прогрессивный налог 40-50% на богатых делать. Извините, когда половину всего, что производится, перераспределяет государство, когда на него давят снизу социалисты, коммунисты, профсоюзы, потом зеленые и местные самоуправления? Да, в этих условиях кризис сгладился. Да, капиталистический цикл стал работать по-другому. Но как только это давление спало, Советский Союз рухнул, либеральные силы победили, неолиберальный реванш. Что пошло? Десоциализация. Как следствие, потрясение в Азии во всем мире 90-х годов, но локальное, а в 2007-м бабахнуло. Вот в книжке «Глобальный капитал» вот здесь урсом изданной, извините, за саморекламу, но я выдам страшный секрет, старое издание висит в интернете бесплатно. Так что можно читать без проблем, рекламы нет. В 2004 году мы впервые написали, вслед за нашими коллегами на Западе, что угроза кризиса гиперреализована. Если государство не будет вкладывать огромные ресурсы правильно в нужный момент, то капиталистическая система крякнет. Она кракнула в 2008-2007-2008 году. За счет чего спасли? Так называемого финансового социализма. От сотен до триллиона долларов в Европе, каждой из стран 200-300-500 миллиардов евро, в Америке больше триллиона долларов взяли из кармана учителей, врачей, рабочих, инженеров и так далее, и отдали кому? Тем, кто проигрался в казино капитализма. Завершая этот длинный монолог. Понимаете, казино устроено так, что там проигрывают все, кроме хозяев казино. В этом случае, в условиях казино капитализма 21 века, в казино впервые проигрались крупные игроки. Что они сказали? Давайте, государь, берите из бюджета, компенсируйте. Почему это свойственно? Как экономикам центра, так и периферии? И в России то же самое. Я не забуду это заседание Думы, когда объясняют, у нас кризис, поэтому денег на образование нет, денег на инвестиции в производство нет, денег на компенсации по социальным расходам нет, а компенсировать потери частного бизнеса, финансового. Запросто 100 миллиардов долларов нашли тут же, на льготных условиях. С другой стороны, здесь есть и объективная сторона этой проблемы. Можно ли взять и не спасти системнообразующий банк от его рисков, как это делали в условиях рецессии 2008-2009 года? Ведь на самом деле государство становится заложником в руках крупных инвесторов, в руках представителей финансового капитала, ведь на современном банках завязаны все потоки капитала. Если разорится Сбербанк или хотя бы Тинькофф, или там Открытие, или Бинбанк, или Траст, которые активно спасались с Центральным банком от банкротства, ведь на самом деле удар будет серьезно нанесен по всей национальной экономике. Граждане держат свои сбережения на счетах этих банков, предприятия открывают расчетные счета. То есть фактически возникает этот системный финансовый риск, который выражает совершенно новые противоречия в современной экономике, которые не описывали ни Маркс, ни Ленин к вопросу о том, что сегодня изучать в контексте марксистской политэкономии. Вы абсолютно правы. Другая роль государства, в значительной степени другая роль государства, это все равно государство в рамках капитализма, но существенно модифицированная роль государства, другой капитал и другое подчинение государству капиталу. Вы абсолютно правы. Но есть несколько моментов. Вопрос, какое государство и каково соотношение этих голов дракона. Понимаете, если голова капитала мощная, голова государства находится под ним, стратегически под ним, а гражданское общество и все остальные слабенькие, то вы описали абсолютно правильную ситуацию. Какие никогда не дадут разориться, последние дерут с граждан, но не дадут разориться крупным финансовым корпорациям, в том числе потому, что действительно пойдет всеобщий крах. Но даже в рамках очень социализированного капитализма, да еще желательно не транснационального, абсолютной иллюзии, но теоретическая абстракция возможна. Если бы государство могло сказать, все финансовые корпорации разоряются, нам пофигу. Знаете, анекдот был про неувязочки. Нам эта проблема безразлична. Частный сектор в реальном производстве не имеет денег, а нам все равно. Граждане теряют накопление. Извините, друзья, 100 тысяч долларов за страхованные государства. Те, около 100 тысяч долларов, получат. Хотели получить больше, поспекулировать, но это ваши проблемы. Проиграли в казино. Не ходите в казино. Дальше мы говорим, а у нас денежки в государстве лежат. У нас есть хороший запас. Поэтому все эти разорившиеся, бог с ними, целых 2 миллиона безработных финансистов в школу отправим, пусть детей учат. Они, дай бог, арифметику еще помнят. Денежки мы используем. Если реальный сектор, мы дадим сразу на технологическое развитие и хорошую зарплату. Если образование, пожалуйста, мы дадим из государственного бюджета. Банки государственные сохраним, разориться не дадим, а частные ваши проблемы, ребята. И будем инвестировать из государственных средств под регулируемый процент в рамках долгосрочных стратегических планов, ограничивающих рыночную экономику. Это такая иллюзия очень доброго, социального государства, регулируемого капитализма. Эта иллюзия могла реализоваться в 70-е и 80-е годы прошлого века, если бы Советский Союз шел по пути настоящего социализма, усиливался, завоевывал другие страны. Если бы те, где пытались идти по социалистическому пути в третьем мире страны, где не скатились черт знает во что, если бы Китай не был маистским, не дрался с Советским Союзом на Даманск, вот если бы до кобы, до ворту росли грибы, если бы социализм был сильным и реальным, то в этом случае часть капиталистических стран под давлением профсоюзов, рабочих, коммунистов, социалистов могла бы по такому капиталистическому пути идти. Понимаете, когда говорят про реформы, реформы возможны, это чуть к политике уже, наверное, надо нам заканчивать вопрос слушать. Реформы возможны только тогда, когда есть мощные революционные массы, готовые свернуть шею капитал, и есть кто-то, кто страхует от того, чтобы эти массы не пустили под нож. Вот в этих условиях реформы возможны. Вот когда Советский Союз стоял за спиной латиноамериканских или африканских стран, там можно было побеждать и вообще делать не коммунизм и не социализм, а реально проводить реформы. То, что делалось в Чили, это были реформы, глубокие социальные реформы. Там сразу коммунизм не построили, там идут что-то сделали, не национализировали горно-рудную отрасль, но это нормально, при капитализме недра могут принадлежать народу. Это нормально, собственность на землю может принадлежать обществу. Это писал еще Владимир Членин, кстати. В Сингапуре собственность на землю государственная. Капитализму развиваться даже лучше, внутреннему своему капитализму, не спекулятивному, не рентному, предпринимательскому развиваться даже лучше, когда недра и земля принадлежат государству. Это парадокс, но это факт. Понимаете? То есть Альенде делал, вообще говоря, очень социализированный капитализм. Но даже... Погорел, как вы думаете? Да, почему погорел? Потому что Советский Союз уже не смог защитить. И парировать ли я не соединен что-то. Понимаете? Вот проводить реформу можно, когда есть мощные силы снизу, и когда есть кто-то, кто защитит тебя от внешней агрессии, как мощный империалистический держав. Вот такая ситуация. Понимаете? Ладно, мы ушли в другую сторону. Да, я думаю, есть смысл перейти к вопросам. Некоторые из них я уже могу прочитать у себя в подсказке. Но прежде чем перейдем к этой части нашей дискуссии, я хотел бы сделать небольшое объявление такого полурекламного характера. Сейчас на просторах Рунета появился интересный проект, называется One Way. Основан он на принципах нового программного обеспечения, которое позволяет агрегировать материалы с всех известных красных проектов. левых ютуб-блогов, телеграм-каналов и других информационных ресурсов. Удобно их систематизировать. Это позволяет читателю, зрителю, слушателю эффективно отбирать те материалы, которые представляют для него особенный интерес. Делиться с ними этими материалами. Удобно их хранить для себя на случай, если выпала минутка, прочитать какую-то книгу или статью. Ссылка на этот проект будет оставлена в описании под видео. Канал «Простые числа» также принял участие в объединении вот этого альянса коммунистических красных блогеров. Я думаю, что будущее этого проекта интересное, поскольку построено оно на несколько иных принципах, чем привычные нам простые посиделки единомышленников за чашкой чая. Которые заканчиваются часто очень сильными спорами. Ну, раз вы занялись полурекламой, я тоже займусь полурекламой совершенно общественного процесса. Ну, во-первых, канал «Альтернативы», который только рождается, я думаю, тоже подключится к этому проекту. Очень важно, чтобы не получилось, как грустной песни «One way ticket to the moon», сказать, билет в одну сторону на Луну, то есть на тот свет. Я надеюсь, что этот проект действительно будет развиваться. Просто много красивых начинаний, к сожалению, заканчивались из-за внутренних противоречий и склоп. Поэтому я призываю всех тех, кто включается в социалистические проекты, доказать, что мы люди, которые работают в режиме солидарности. До настоящего времени конкуренция между красными проектами оказывается чуть ли не более ожесточенной, индивидуалистичной, чем, опять, на современном рынке. Объявление. Дорогие друзья, мы живем в месяц, который закончится юбилеем Ленина и продолжится, я думаю, новыми размышлениями об этом. Серия лекций, посвященных 150-летию Ленина, будет проходить здесь, я надеюсь, как урс нас приютит. По вторникам, начиная с 24 марта, что-то я устал, извините, сегодня. Начиная с 24 марта здесь будут лекции, но крайне желательно заранее зарегистрироваться. Ссылочка тоже появится. 18-го, 19-го апреля в Питере будет конференция в Российской национальной библиотеке, тоже посвященная наследию Ленина. А 20-го в Москве, я надеюсь, нас приютит музей современной истории, бывший музей революции, Тверская улица. Ну, в общем, действительно, здесь проникнут духом революции и Ленина. До сих пор стоят броневики, конечно, на входе. Если хотите, включайтесь в эту работу. Это наше общее дело. Празднование юбилеев – это повод и основание для того, чтобы, во-первых, всерьез соотнести классическое наследие с современностью, во-вторых, для того, чтобы двигаться вперед. Я закончу. Итак, первый вопрос. К сожалению, у меня неизвестно имя автора каждого из вопросов, поэтому вопросы, к сожалению, будут обезличенные. Вопрос первый. Как в теории падения нормы прибыли по мере замещения ручного труда машинам учитывается труд, затраченный на разработку товара и технологии его производства? Как учитывается это в органическом строении капитала? Ну, прежде всего, органическое строение капитала – теоретическая категория, которая не подразумевала какой-либо подсчет. Вообще, тайна трудовой теории стоимости состоит в том, что стоимость сосчитать нельзя. Марк в свое время написал, что стоимость, в отличие от Давица Квикли, пощупать нельзя. Давица Квикли – это героиня знаменитого английского романа, обладавшая многими прелестями, которые хотелось пощупать. Если серьезно, органическое строение капитала – теоретическая категория, которая говорит, живой труд вытесняется мертвым по мере развития капитала, и это сказывается на соответствующем строении самого капитала и норме прибыли. Маркс предполагал, что переход к творческому труду, где огромные затраты на фундаментальную исследование, где необходимо обязательно заниматься неокроэкспериментами, всем остальным, где постоянное обновление продукции, где труд профессоров в университете, учителей в школе и воспитателей в детском садике, есть тоже часть создания общего продукта. Вот этот мир, мир творческого труда, по Марксу, должен был быть миром коммунизма. Мы перешли в мир, где есть творческий труд. Дальше давайте как-нибудь пройдем разговор. Есть несколько гипотез, и в том числе наши, с Андреем Колгановым, о том, что такое эксплуатация творческого труда в современных условиях. Творческий труд другой, чем труд наемного рабочего у станка, индустриального наемного рабочего, репродуктивный труд. Но если очень коротко, любой творец, он одновременно сам работает и воспроизводит, использует богатство всего человечества. Вот мы сейчас с вами, создавая что-то интересное, надеюсь и полезное для телезрителей, использовали богатство Маркса, Ленина, книги, которые опубликовал Урс, русский язык, математику, статистику, все богатство человечества. Если кто-то присвоил бы этот продукт и стал его продавать, он бы продавал не только час труда Камолова и час труда Бузгалин, он бы продавал все человеческое богатство, которое использовали мы. И учесть его, в отличие от издержек на бумагу в книге или на железку, я не знаю, на деревяшку в столе. Невозможно, в принципе. Поэтому капитал начинает паразитировать на богатстве человечества. И фактически цена уже не рабочей силы, а творческого потенциала человека на рынке, это сложная производная от соотношения общественных и классовых сил в новой расстановке классовой борьбы. Здесь можно рисовать формулы, даже мы их когда-то нарисовали, но сейчас просто не время для этого. Поэтому органическое строение капитала для мира творческого труда это категория, которую надо по-другому интерпретировать, пересматривать. И я не готов сейчас коду предоставить ответ на этот вопрос. Про эксплуатацию готов, про органическое строение капитала нет. Я, кажется, понял, что хотел от нас услышать автор вопроса. Возникает такое противоречие, такое непонимание. И от студентов я тоже часто слышу такой вопрос. Органическое строение капитала фактически говорит нам, его динамика говорит нам о том, что по мере замещения ручного труда машинам капитала в производстве используется все больше, а рабочей силы все меньше. Мы не полагаем, что мы дадим какую-то числовую оценку этому значению, но, очевидно, дробь, где C в числителе, а веб-знаменателе, будет все время увеличиваться по мере того, как C становится все больше, а веб все меньше. И вот вопрос, не получается ли так, что каждый следующий произведенный станок является, ну, каждая следующая модель является все более технологичной, значит, она требует все большего участия инженера, разработчика, программиста, и не получится ли так, что в конечном счете то, что вы сэкономили на труде, на производстве, потом, как бы, приходит вам в виде других издержек на разработку следующего станка. И ответ, мне кажется, здесь вопрос такой, если бы он так было, то производители не инвестировали в покупку нового оборудования, если бы в конечном счете оно не позволяло снижать стоимость произведенной продукции. То есть каждый следующий станок, он, конечно, требует участия, интеллектуального участия человека, но эти трудозатраты оказываются меньшими, чем та сэкономленная рабочая сила, которая возникает в связи с внедрением новых технологий. Это и есть источник прогресса, и на самом деле нет никакой разницы между современным станком и колесом, изобретенным там много тысяч лет назад. На самом деле то и другое экономит человеческий труд, и то и другое требовало и требует приложение человеческого интеллекта, новых идей, инновационного подхода, просто масштаб у нас другой. И фактически та рабочая сила, которая переходит из области материального производства в область нематериального, но тоже участвует в производительном труде, то есть связана с созданием прибавочной стоимости, перераспределяется таким образом, что ее с каждым следующим этапом затрачивается все меньше. И это позволяет увеличивать, уменьшать индивидуальную стоимость товара каждого отдельного производителя, но, как известно, в конечном счете снижает отдачу от капитала в долгосрочной перспективе для всей системы, что является причиной кризисов. Олег, вы правы и не правы. В дроби C на V, V это рабочая сила рабочего. Время, затраченное на производство. Нет, в конечном счете. Ну, время в очень конечном счете, потому что при капитализме время вообще никто не считает. Как не считать? Считают стоимость. Время – деньги. В этом мысли, да, но не в том смысле, что стоимость считают в часах рабочего. Это мы с вами считаем. А капиталист это делает посредством бухгалтерского учета, но это поверхностная, скажем, сторона этого бюджета. Так, Глеб, давайте не будем все сразу запутывать в одну кучу. Хорошо? Значит, еще разочек. V – это прежде всего рабочая сила индустриального рабочего. Значит, затраты интеллектуала, творческого человека – это другая штука, потому что значительная часть этих разработок сегодня ведется в университете и раздается бесплатно. Так сказать, значительная часть богатства создается в общественном секторе, в реальном сегодняшнем капитализме. Вот без учета всего этого считать нельзя. Раз. Два. Очень важно помнить, что капитал использует более производительное оборудование, современное, только тогда, когда нет дешевой рабочей силы. Да, это просто оговорка, но очень важная оговорка, потому что вы понимали, почему в России не ставят роботов, почему не ставят роботов в других слаборазвитых странах. Потому что иммигрант или дешевый рабочий гораздо выгоднее для капитала. В-третьих, вот как только вы начинаете ставить сюда V, если вы начинаете ставить полностью оплачиваемого творческого работника, действительно, органическое строение капитала перестает снижаться. Это реальная проблема, если пытаетесь что-то посчитать. Но из этого не следует, что норма прибыли начинает снижаться, и Маркс не прав. Из этого следует, что капитал начинает эксплуатировать все богатство человечества. Понимаете, он начинает выживать за счет другого, то, что Маркс подразумевал как невозможное. Для Маркса бесплатное образование в школе – это не капитализм. Для Маркса наполовину бесплатный университет – это не капитализм. Государственный бесплатный для капиталиста научно-исследовательский институт, который раздает кучу базовых знаний, чтобы потом из этого сделать свою собственную инновацию, ее зафиксировать – это не капитализм. Вот это другая теория, на самом деле, которая использует марксистское наследие. Вот я бы так ответил на вопрос. Различия, я думаю, тому, кто задал вопрос, понятны. Так, у нас еще есть некоторые вопросы. Коммунизм – сугубо математическая модель справедливых общественных отношений, опередившая свое время, и все остальное натягивается под нее, или я не понимаю сути? Ну, как по мне, коммунизм – это не про математику, а про общественные отношения. Ну, да. Значит, во-первых, не математическая, во-вторых, не просто модель, а скорее это проект, который имеет и теоретическую, и практическую сторону. То есть коммунизм – это огромная мировая общественная практика создания качества нового общества, которое сразу не возникает. Вот я часто использую аналогию качественного скачка – лед, вода, твердое тело, жидкость. Может быть так, что это ледоход на Неве, бурно, несколько дней с мусором, с жертвами, с красотой и всем остальным, такая бурная яркая революция. Может быть так, что это озеро, которое спрятано в лесу и медленно тает. Вот сегодня это вода с льдинами, завтра это, извините, лед с лужами, завтра это вода с льдинами, послезавтра это уже только вода. Вот практика мирового капитализма – это такой замерзающий, тающий пруд, озеро, если хотите. Где-то прорывы, где-то снова замерзания. То есть если мы суммируем всю эту практику, мы получим теорию коммунизма. И начали это делать Маркс и Энгельс, продолжил Ленин, продолжили Лукач, Каутский, Грамши, эти современные марксисты, вот читайте книги Урса. Начали не только. Что такое коммунизм? Это мир, в котором на базе прогресса производительных сил, прежде всего развития творческого труда, возникает ситуация, когда труд превращается в потребность. Вот мне часто говорят, вот мои же студенты, Александр Владимирович, не может быть так, чтобы всем по потребностям, всем всего все равно никогда не хватит. Я говорю, ну если думать о том, чтобы каждому по особняку, Роллс-Ройсу, эти 300, я не знаю, любовников или любовниц, то не хватит по современному стандарту, да? А если главная потребность – это труд, то тогда всем всегда хватит. Потому что пространство творческого труда безграничено. Можно безгранично заниматься воспитанием, образованием, решать экологические проблемы, разгребать социальную грязь, включаться в искусство, в социальное творчество и так далее. Когда труд – потребность, проблема распределения по потребностям снимается и очень легко. Вот это главное в коммунизме. Второе – это как организовать общественные отношения в мире, где труд – потребность. Здесь возникает идея социального творчества или реального освобождения труда. Вот посмотрите фильм «Девять дней одного года». Я не знаю, посмотрите хорошие советские фильмы, не отправленное письмо. Это люди самого простого творческого труда, геологи, ну, может, не самого простого, но такого предельно связанного с учеником труда, или физики предельно оторванного на этом. Они живут в мире коллективизма сложного, с конкуренцией мозгов, талантов, со спором в любви. Вот это коммунизм, да? Новое общественное отношение по поводу нового содержания труда. И это новое содержание труда рождается постоянно и в массовом масштабе. Сегодня, вообще говоря, по расчетам Флориды, 33% американской рабочей силы, работников в Америке – это так называемый креативный класс. Частью креативные профессионалы, частью суперкреативное ядро. Мой коллега, вот Далер Джаворов, ваш тоже коллега, посчитал для России цифры похожие, потому что в Советском Союзе был большой багаж создания креативных людей. Треть. Вообще говоря, для того, чтобы производить все необходимое, особенно если не выкидывать половину на помойку и не производить Роллс-Ройсы и особняки, сегодня достаточно 20% людей, которые будут заняты в сельском хозяйстве, промышленности, транспорте, материальном производстве. Остальные 80% могут заниматься творческой деятельностью. Не быть слугами паразитов и не быть паразитами, которые просто потребляют фиксированный доход, а жить и работать, когда работают – самое интересное, что есть в жизни, потому что отношения на работе талантливы. Вопросов у нас еще достаточно много. Извините, вы меня останавливаете. Вы так интересно рассказываете. Да, в какой-то момент даже вы заслушались, да, я обратил внимание. Хотя я много раз слышал у нас. Да, мы много раз вели диалоги, да. Как противостоять в условиях глобализированных рынков и нарастающего цифрового фашизма? Ну, видимо, проводи кому-то. То есть, Россию противостоять, российским корпорациям, нам трудящимся. Значит, нам трудящимся противостоять так, как, во-первых, завещал Владимир Ильич Ленин, и это без шуток. Потому что одна из ключевых идей последних его работ, ну, не самых последних, скажем, детской болезни левизны в коммунизме. Друзья, включайтесь в деятельности реальных общественных организаций, в том числе реакционных профсоюзов, он пишет, с тем, чтобы доказать в этих организациях, что мы, коммунисты, самые талантливые, самые решительные и, главное, самые много и качественно работающие люди. Вот если ты приходишь в профсоюз и лучше других можешь сделать профсоюзную работу, тебе говорят, да, ребята, Камалов отличный мужик, он умеет организовать профсоюз лучше, чем любой из нас. Видимо, ему помогает коммунистическая теория. И он знает вообще, для чего мы все это делаем. И пашет он больше других, и времени тратит больше других, и склочничает меньше других. И поэтому он настоящий коммунист. И поэтому они пойдут за вами. И когда первым пойдет на баррикады, буквально, когда вы делаете профсоюз, бьют, уродуют, калечат, сажают в тюрьму. Вот когда вы первыми пойдете на баррикады, все скажут, да, коммунисты, это серьезно, это авангард. Эти ребята не боятся. За ними будущее. Пока мы сидим, вот как профессор Бузгалин, говорим слова, ограничиваясь тем, что содействует движение образования для всех. Хотели там, к конгрессу работников образования, науки и культуры организовать конференции. Один раз попробовав, что такое драка. Ну, не один, конечно, не важно. Давно попробовав, что такое настоящая драка и дубинки ОМОНа. Но тут уже немножко по-другому. Противостоять, участвуя в реальной общественной деятельности, создавая альтернативные каналы, проекты One Way, которые, надеюсь, будут работать. Налаживая солидарность. Главное орудие, оружие, механизм, метод – это солидарность. Взаимная помощь и солидарность. И на индивидуальном уровне, и на уровне организации. Следующий вопрос. Заниженный курс рубля ставит российских производителей в выгодное положение. Ведь это, по сути, пошлина на импортные товары. Разве не так? Ну, здесь вопрос, кому выгодно, кому не выгодно. Если российский производитель вынужден, как и большинство российских производителей, скажем, в машиностроении или в аграрном секторе, закупать станок за рубежом, закупать трактор за рубежом. Мы сегодня у Китая закупаем оборудование. Кстати, уже даже не у Европы. В этом случае это очень не выгодно. Это выгодно только... А если вы продаете нефть, то да, тут все отлично. Но можно продавать еще металл, руды, удобрения, лес. Низкой степени передела. Да, если низкой степени передела, выгодно. Если современное производство, то не выгодно. Собственно, эмпирически ответить на этот вопрос можно, обратившись к российской статистике. В условиях девальвированного рубля мы живем уже не одно десятилетие, и что-то не наблюдается активного импортозамещения. Да, и роста промышленного, особенно высокотехнологичного сектора. Более того, рынки поделены, с этих рынков мы ушли. Особенно интересно это наблюдать в контексте рынка самолетов в современном мире, поделенной между Боингом и Аэрбасом. 70% рынок контролируется с этими компаниями. А когда-то треть самолетного парка мира была отечественного, советского производства. От четверти до третьей разные есть оценки. Когда мы с этого рынка ушли, вернуться на него становится в 10 раз сложнее. Как доменная печь, однажды остановленная, запускается с огромными издержками. Но решить эту проблему можно в рамках экономического планирования. Если вы выбираете какую-то отрасль в виде приоритетной, то можете, используя механизм планирования, направлять в нее ресурсы и обеспечивать там конкурентоспособность. Рынок не представляется, свободная конкуренция и свободные экономические отношения в рамках ВТО не способны обеспечить технологический прогресс, поскольку прямо запрещают государству оказывать меры поддержки национальному производителю. Олег, если вы мне дадите 3 минуты, я прочитаю короткую лекцию про активную промышленную политику и планирование. А в этом в следующий раз поговорим. Я знал, что вы суровые и жестокие. Тем более, по-моему, там есть еще вопросы на эту тему. Но пока другой провокационный вопрос. Так что приготовьтесь, Александр Владимирович. Поменялось ли у Александра Бузгалина отношение к политике Сталина за последние пару десятилетий? 20 лет назад оно основывалось, по сути, на совсем классических троцкистских догматах. Это замечательно. Вы знаете, мне очень не нравится в современном левом движении стремление к навешиванию ярлыков. Меня даже на телеканал все время спрашивают, вы за Сталина или за Троцкого. Извините, с времен Сталина, Троцкого и даже Ленина прошло уже больше 100 лет. Поэтому ассоциировать себя с каким-то именем той эпохи, это как минимум не точно, как максимум устарело. Надо понимать, что реально ты делаешь. Если вы спросите меня, как я отношусь к Советскому Союзу эпохи 30-х годов, я скажу противоречиво. Потому что это была страна, в которой были великие подвиги людей, создававших школы, университеты, гениальные фильмы, веселые песни. Страна подвигов настоящих, ассоциированного труда. И страна действительно бюрократического произвола. Ситуация, когда сегодня Ежов расстреливает, ну не будем говорить сколько, чтобы не вступать в споры, а завтра расстреливают его. Ну зачем ставить такого менеджера, которого завтра надо расстрелять, если это вообще менеджер. И это не единственный пример, это десятки примеров, больше всего репрессированных среди сотрудников НКВД и партийной верхушки. Сами себе стреляют. Дело не только в репрессиях. Дело в том, что система в целом создала очень жесткую модель руководства страной, а другой путь был. И в этом смысле моя позиция не изменилась. Я готов к открытому, спокойному спору на эту тему. Это не позиция Троцкого в чистом виде, хотя он написал много правды, но и сам был во многом деятелем, который совершал не меньше ошибок. Понимаете, когда человек входит в оппозицию, он обычно говорит по-другому, чем когда он в власти. Поэтому Троцкий 18-го года и Троцкий оппозиция – это существенно разные тексты. И я никогда не исследовал тому, что лично написал Лев Давыдович или кто-то другой. Точно так же, как и эпоха Советского Союза, далеко не только Сталин, это огромное количество великих людей, великих деятелей, и все это связывается одним именем. Это следствие очень тяжелой и опасной болезни в нашем движении. Сегодня большинство Левых ищут, за кого бы спрятаться. Кто бы был ширмой, да нет, даже вождем, который пойдет, а я вот к нему пристроюсь. Если он будет сильный и будет побеждать, я за ним пойду. А если он слабый и не будет побеждать, я перебегу к другому. Один из парадоксов состоит в том, что все, кто любит Сталина, за небольшим исключением, особенно старшего поколения, придя на выборы, голосуют за Путина. Знаете почему? Потому что это надежно. Потому что он доказал, что он вождь. Потому что он 20 лет правит страной, и все хорошо, и Крым наш. Это очень тяжелый парадокс, понимаете? Какой-то сталинист, который скажет, я сам вместе с товарищами буду организовывать систему. Это редкий случай. Подавляющее большинство говорит, а кто вместо, а кто будет, все время спрашивают, а кто будет новым руководителем КПРФ. Если это настоящая коммунистическая организация, это не имеет значения. У большевиков не было генерального секретаря вообще, до Сталина. И тот был сначала назначен в качестве секретаря, то есть того, кто ведет административную работу, а не вождя. Понимаете? И в 20-е годы лидерами были другие люди. Это очень серьезный вопрос. Это не вопрос личности и всего остального. Это важно было сказать, поэтому я за ним много времени. Следующий вопрос. А не глупо ли утверждать, что рынок поддается контролю? И какие-либо части рынка тоже не могут быть подконтрольны? Так написано. Вы своими взглядами играете в шахматы, а они играют в покер. То есть насколько вообще возможно контролировать рынок? Остается ли он рынком по мере роста контроля над ним? Ну, во-первых, он перестает быть рынком в той мере, в какой он контролируется и регулируется корпорацией. Во-вторых, рождается новая система конкурентной борьбы манипуляторов. Понимаете, была борьба атомизированных производителей. Ну, я использую образ. Вот стол, как по-моему, он с бортиками, как бильярдный. И на нем 10 тысяч маленьких шариков катается. Они сталкиваются между собой в хаотической конкуренции. После этого под столом появляется 30 магнитов разной силы, которые дерутся между собой. А шарики бегают в зависимости от того, как дерутся магниты. Ну и какая-то часть, где поля гасят друг друга, оказывается относительно свободно. Там появляется свободная конкуренция. Вот это образ. Значит, рынок контролировать нельзя. Но контролировать экономику, которая не только рынок, можно. Контролировать производство, которое не только рынок, можно. Это, ну, если хотите, диффузия, переход. Вот классический марксизм, он мыслил до Ленина, кстати, категориями достаточно абсолютными. Феодализм, капитализм, коммунизм. У маркса в критике годской программы появляется идея переходного периода. Ну, ему не этим он тогда занимался и не стал развивать. Значительная часть работы Ленина – это проблема, как диффузия происходит. Как внутри капитализма рождаются элементы социализма, и как внутри социализма остаются элементы капитализма. Первый случай – империализм, второй случай – нефу. Вот это вот диффузия. Вот современный рынок не контролируется, рынок выдавливается, подчиняется, ограничивается за счет другого типа координации. Как когда-то рынок вытеснял натуральное хозяйство. Сейчас монополистическое регулирование и государственное регулирование давят на рынок, но в какой-то момент они приводят к тому, что капиталистическая система начинает разваливаться в этот момент, ограничивается эта конкуренция, чтобы все-таки работали рыночные механизмы. Потому что без рынка может быть только коммунизм. Капитализм без рынка быть не может. Следующий вопрос к Амолову. Так прямо написано. Есть ли предел для заливания деньгами кризиса стороны Федеральной резервной системы? К чему приведет надувание пузыря на фондовом рынке США? Ну, предел есть всегда. Другое дело, что он очень далек, находится в отдаленной перспективе. Если мы говорим о финансовой системе Соединенных Штатов, известно, что США являются эмитентом мировой валюты, а значит каждый следующий необеспеченный доллар, выпущенный Федеральной резервной системой, вложенный, например, в государственный долг Соединенных Штатов, является такой скрытой формой побора со всей экономики. Потому что государство держит в долларе свои международные резервы, некоторые граждане держат свои накопления в долларах. Соответственно, каждый следующий необеспеченный доллар снижает покупательную способность доллара во всей мировой экономике. И мы видим, насколько, например, доллар сильно обесценился в сравнении с золотом. Тройская унция золота после Бреттон-Будской конференции. Сколько? 33 или 35 долларов за тройскую унцию, а сегодня сильно больше тысячи. Там перед кризисом около полутора тысяч долларов за тройскую унцию. Сомневаюсь я, что золото так сильно подорожало само по себе. Да, конечно, оно активно используется в промышленности, но в первую очередь подешевел доллар, эмиссию которого Соединенные Штаты... Да, он обесценил все там десятки, если не в сотню. Извините, я обрежу. Отсюда вопрос, есть ли предел. Ну, скажем так, если бы американская экономика была закрытой, и ее национальная валюта не была бы мировой, то, конечно, этот предел наступил бы очень быстро, как если бы сейчас, например, наш Центральный банк осуществил эмиссию, там, пару десятков триллионов необеспеченных рублей, это очень быстро бы взлетило инфляцию до небывалых значений и разбалансировало бы нашу экономику. А поскольку Америка это может распределять на весь остальной мир, то предел наступает значительно позже, поскольку границы этого предела отодвигаются настолько далеко, насколько это вообще возможно. Я не могу сейчас сказать, какая долларовая масса станет критической и обвалит долларовую систему мировую, но, очевидно, это когда-то произойдет. Другое дело, что Соединенные Штаты в последние месяцы активно пытались стимулировать экономику в условиях той самой стагнации, рецессии даже, которая началась после перегрева американской экономики, пытались стимулировать ее дополнительные эмиссии. Федеральная резервная система за осень прошлого года нарастила активы на 400 миллиардов долларов, что значит нарастила активы. Значит, купила бумаг на 400 миллиардов, а в экономику вбросила долларов на 400 миллиардов. Где она и взяла? За счет той самой эмиссии. Это стимулирует экономический рост в Соединенных Штатах, ну, по крайней мере, как-то пытается с помощью этого американского государства сдержать кризис, но это бьет по всей остальной экономике. Отсюда вопрос заключается в том, насколько вообще вся мировая финансовая система устойчива, насколько эта пирамида, которая на самом деле является пирамидой, каждый следующий доллар обеспечивается за счет новых займов, за счет новой эмиссии. Эмиссия – это и есть займ, по сути дела, в обществе. Биленды Банка России – долговые инструменты банка, как Банка России, так и ФРС. Ну, если в России пирамида в лице Мавроди просуществовала относительно недолго, из-за очень узкого объема российского рынка в начале 90-х, то мировой рынок достаточно велик, чтобы одной стране долго на нем паразитировать. Но главный ответ заключается в том, что сколько веревочке не виться, а конец ее непримерно настанет. Вопрос только в том, когда он настанет, и как это скажется на состоянии всей мировой экономики. А мне представляется, что с этого момента, когда предел этот будет достигнут, и когда более доллар не сможет выполнять роль мировой валюты из-за его стремительного обесценения, например, тогда, когда Америка начнет заливать им очередной пожар кризиса, это ударит по всем странам мира, а по России это в первую очередь. Потому что мы, к сожалению, от доллара зависим более, чем, наверное, все остальные. По крайней мере, наши основные оппоненты в западном мире. Можете ли вы сказать что-нибудь о зомби-компаниях? О зомби-компаниях? Причем не в кавычках. Я к миру зомби имею самое косвенное отношение. Видимо, имеется в виду какое-то новое явление. К сожалению, профессор Бузгалин с этим явлением не знаком. Чтобы чуть-чуть разрядить обстановку, я вспомнил старый советский анекдот про лектора по распространению знаний, который приезжал в деревню. Его дед все время спрашивал, что такое энофилет. Электромеждународник рассказывал, что энофилет – это такой остров, который ведет героическую борьбу против империализма. Электроэкономист рассказывал, что это новый способ экономических отношений. Потом выяснилось, что дед за данным период прочитал телефон. Я не хочу быть селектором по распространению знаний, честно говоря, что в данном случае я пас. А вы знаете про зомби-компанию? Я впервые слышу, честно говоря. Вот попросим нас просветить тех, кто с нами ведет белок. Как бы наша экономика не превратилась в зомби-экономику. Вы знаете, есть один момент, который, возможно, имеет в виду автор вопроса. Действительно, существуют как бы умершие компании, которые продолжают функционировать на рынке в качестве подставных лиц. Вот если это имеется в виду, да, такой феномен существует и используется, но для этого надо контролировать определенный сегмент рынка, в первую очередь финансового, чтобы такую компанию запустить и удержать от контроля со стороны других акторов. Вот если так, то да, такое существует. Но я не уверен, что это именно этот термин в данном случае адекватен. Как обосновать экономическую мотивацию человека в социалистическом обществе? Вы понимаете, социалистическое общество – это общество рождающегося коммунизма. В нем очень много от прошлого, не только от капитализма, но даже от феодализма. Патриархального. Поэтому в нем существует денежная стоимостная мотивация. Человек социализма – это человек, который наполовину коммунист, условно говоря, или на 70%, или на 30%, как кто. А наполовину раб рынка, раб товарного и денежного фетишизма. Ну и еще, на самом деле, в какой-то части патриархальный человек, который живет по законам общины. Если говорить о обществах, не самых продвинутых, переживших не 300-500 лет капитализма, а 100 или 200. Капитализм очень разрушал общинные традиции. Поэтому у человека социализма есть мотивация. Хочу больше денег, хочу модные шмотки, хочу не трех, а пятикомнатную квартиру. Ну и так далее. Это вечная денежная мотивация. Но в той мере, в которой рождается коммунизм, у него рождается новая мотивация. Хочу, прежде всего, интересную работу. Хочу, прежде всего, работу, в которой я буду чувствовать себя человеком. Там будут товарищеские отношения. Хочу работу, которая даст мне свободное время. Хочу мир, в котором в свободное время можно будет развиваться как личности, а не убивать себя в процессе покупки вещей. Знаете, вот меня молодой человек, сын одной из моих знакомых, спросил, что такое социализм. Ему тогда было лет, наверное, 11, вот так, школьник совсем. Я подумал, как ему объяснить, что такое социализм. Я ответил на вопрос так. Это мир, в котором ты идешь на работу, которая тебя радует и помогает тебе быть человеком. На работе ты встречаешь людей, которые для тебя товарищи, готовые тебе помочь, а не конкуренты, которые хотят тебя утопить. Это мир вещей, которые красивы, индивидуальны и дешевы. Причем я подчеркиваю, красивы, индивидуальны и дешевы. Потому что сегодня у нас все наоборот. Я иду на работу, которую ненавижу, чтобы заработать деньги на вещи, которые мне не нужны, чтобы вызвать зависть, довольно мерзкое чувство. У людей, которых я терпеть не могу. И потом страдать от всего этого, посещая кабинеты какого-нибудь психоаналитика или еще чего-нибудь в таком же духе. Скуку, да, в голове. Вот социализм – это другое. Но социализм – это переход от мира, где люди хотят вещей и денег. И чтобы вот она знала, что у меня платье гораздо красивее, чем у меня. И чтобы он, сволочь, понимал, что у меня джип на пол джипа джипее, чем его джип. Главный смысл жизни, понимаете? Вот это часть социализма. Но большая часть социализма, и та часть, которая должна расти, – это то, о чем я сказал. Катер, объясняю Ярославу, что такое новое общество. Ну, нередко студентами задают такие вопросы. Вот когда машина заменит человека, и товары будут производиться с около нулевой стоимостью, соответственно, таким образом вопрос о денежном вознаграждении за труд как-то отойдет на второй план. Если нет рынка, то зачем зарплата? Что вы будете на этом рынке покупать? Товар с нулевой стоимостью не может стать предметом купли-продажи. Ну, это, конечно, условно. Так что же заставит человека трудиться? Будем ли мы лежать на диване целый день? Ну, я обычно на это отвечаю. А попробуйте это сделать. Попробуйте полежать на диване, вообще ничего не делая. Вот буквально ничего. Хотя бы пару недель. Наверное, первые три дня будет очень приятно, особенно если вы вынуждены обычно ходить на любимую работу. Но через пару месяцев вернется голод к созиданию. Мне представляется, в каждом человеке заложено стремление к созиданию. И это очень важный мотив, который является... В общем, эти ростки будущего общества прослеживаются даже уже сегодня. Ведь люди творческих профессий очень часто работают не ради денег. Да, мы живем в 21 веке, мы вынуждены подчиняться экономическому принуждению к труду. Но, очевидно, художник, ну, по крайней мере, значительная часть художников не сменит кисть на офисный стол, пусть даже ему в офисе предложат хорошую зарплату. Да, значительная часть даже преподавателей. Я, кстати, приведу только пару примеров. У нас была одна из встреч вот этого движения «Образование для всех». Там был семинар учителей, они говорили, в зарплате, и кто-то, в конце концов, не выдержал из посторонних. Говорят, да чего вы, там можно пойти продавцом работать в магазин, можно начать свой бизнес, свои толковые ребята. Я вижу, вы профсоюз можете организовать вам... Не Медведев его фамилия была? Ну, я не буду называть по фамилиям, тем более, что Медведев их много. Значит, они встали и говорят, да как вы не понимаете, для нас учить детей – это радость жизни, это смысл, это предать самого себя, это хуже, чем мать продать на рынке. Это просто реальный пример. И второй пример, чтобы не брать только Россию, Америка. Еще некоторое время назад, пока не было вот этой либеральной волны, в университетах там человек, вообще есть там паблик университета, работал в довольно коммунистических условиях. Там 3-5 тысяч, а то и 7 тысяч долларов, если ты старенький, какие-то заработные платы, 6-8 часов в неделю работы, командировки за счет университета и никакого серьезного контроля. Единственное, за что люди боролись, чтобы группа была не одна, и чтобы в ней было не 5 человек, а чтобы группа была 3-4, и студентов в них было побольше, чтобы работать не 6 часов, желательно, а 18 в неделю. Потому что иначе самоуважения особого нет. Кстати, коммунизм – это система очень сложная, противоречивая и с определенным соревнованием, не конкуренцией, а соревнованием. Вот преподаватели, если у них хорошая зарплата, вы сами по себе можете сказать, будут спорить, чтобы студентов в его группе, на его курсе было больше, чем у его соседа. А что значит больше студентов? Больше работы за те же деньги. В балете есть солистка, а есть кардебалет. И без нескольких дюжин девочек, которые танцуют лебедей, которых никто рассмотреть даже с первого ряда не может, кто они такие, без них не будет ни Улановой, ни Плесецкой, ни Максимовой, ни современных балерин, которых я, к сожалению, не знаю. Коммунизм – это очень жестокое противоречие кардебалета и солиста. Человека, который лучше, талантливее того, кто нет, и огромное противоречие по ограничению творческого потенциала. Понимаете, педагог, художник, ученый может такого натворить, что не дай бог. А голосовать, кто прав, из физиков, или какую картину считать хорошей, какую плохой, тоже нельзя. Вот вам проблема – общественные контроли, творческое саморазвитие и свободы. Куча противоречий, но они другие. Они более талантливые, красивые, сложные, а может быть даже и мучительные. Следующий вопрос достаточно объемный. Только не спрашивать больше про коммунизм, иначе я буду говорить полтора часа и не уйду. Нет, не про коммунизм, а как раз про капитализм. Но прошу ответить коротко, хотя вопрос объемный. Какие основные сценарии выхода из кризиса просматриваются в данный момент в рамках капитализма? Ну, видимо, имеется в виду выход всей капиталистической системы из кризиса, а не конкретно российской. Ну, если говорить о стратегическом системном кризисе, то сценариев три. Первый – консервация ситуации и продолжение создания видимости того, что все хорошо. Даже придумали новую категорию, новая нормальность. Мне это напоминает анекдот про Брежневские застои. Что надо сделать, если поезд остановится? Задернуть занавески и объявлять остановки. Вот современный капитализм делает именно это, это застой. Сценарий наиболее вероятный, хотя в конечном итоге ведет в тупик. Сценарий второй – консервативный реванш, очень опасный. Путь фашизации, путь включения насилия как компенсатора перенакопления капитала. Перенакопление капитала приводит к системному кризису, выходом из которого является включение машины насилия. Вот Гитлер, Муссолини показали, как это можно делать. Это страшный сценарий, на самом деле, о условиях ядерного оружия и так далее. Третий сценарий – как минимум радикальные социальные реформы, как максимум революции. Скорее всего, где-то революции, где-то социальные реформы, как поддержанные революциями. И наоборот. Потому что давить страну, где есть революция, если мощное движение снизу, трудно. Понимаете, вот как даже во время гражданской войны блокировали поставки оружия, которое можно было использовать против советской власти. Солдаты отказывались воевать и так далее. Классовая солидарность. Старый, очень правильный термин. Вот это три базовых сценария. Если про сегодняшний кризис, то, скорее всего, государство за счет налогоплательщиков, резервов и частичного, все-таки, пощипывания прибыли корпорации, сможет погасить нынешний кризис, тем более, что повод в связи с эпидемией коронавируса, которая наполовину искусственная, наполовину реальная, хотя это хороший повод затянуть гайки и придавить опять, так сказать, и бизнес, и, в первую очередь, население за счет кого? За счет государственного бюрократического аппарата, но заодно, может быть, действительно справившись с болезнью и этим самым вирусом. Я бы вспомнил идею о Риге, о циклах накопления капитала, которые связаны с постоянным расширением капиталистической периферии, то есть с каждым следующим капиталистическим циклом, большим циклом, большими волнами, мы наблюдаем расширение вот этой капиталистической мир-системы с захватом все большей части некапитализированного мира. И резервы, конечно, на этот счет у современного капитализма еще есть. Осталось еще 16 стран, которые могут прийти на смену Китая как источник дешевой рабочей силы. Там можно осуществлять масштабное раскрестьянивание населения. Но это, наверное, будет последняя волна, которая позволит капитализму решить проблему перенакопления за счет эксплуатации большей части общества. Но важно понимать, что сегодня рабочих уже больше, чем крестьян. И такого масштабного резерва у капитализма нет. Таким образом, бесконечно двигаться по этому пути нельзя. По этой причине мне кажется, что нынешний кризис глобализации, который на самом деле выражает кризис перенакопления, как вы совершенно верно сказали, капитализм еще решить сможет с большими издержками, с переделом мира, возможно, с вооруженными конфликтами или какими-то гибридными войнами, которые сейчас приобретают форму не так солдат на поле боя, а путем воздействия на массовое сознание через средства массовой информации и другие нематериальные формы борьбы. Но, опять же, сколько веревочки не виться, а конец у нее непременно будет. Бесконечно откладывать тупик этой системы невозможно. И последний вопрос, критика. Позвольте с вами не согласиться по поводу паритета покупательной способности. Есть официальные международные сопоставления, показывающие, что на 2014 год фактическое индивидуальное потребление в России составляет 55% от австрийского. Ну, я не знаю, что такое фактическое индивидуальное потребление. Если речь идет о расчете по паритету покупательной способности в сопоставимых ценах, это одно. Если о физических объемах потребления продуктов, это другое. Действительно, есть такая проблема соотношения паритета покупательной способности и валютного курса. Я еще раз говорю, это проблема, которая предполагает необходимость учета разных социальных групп. Понимаете, паритет покупательной способности срабатывает для бедного сегмента российского общества. И в той мере, в каком общество остается бедным, эта система работает. В какой мы переходим даже, ну, не средний класс по американским понятиям, но на тех, кто получает среднюю зарплату и даже медианную зарплату, здесь уже покупательная способность пересчитывается должна по-другому. Когда мы переходим на уровень людей, которые, ну, не все миллионеры, но получают там 50, 70, 80 тысяч рублей в месяц, они уже оказываются гораздо ближе по своему, по соотношению зарплаты и того, что они покупают к валютному курсу, а не к курсу по покупательной способности. То есть бедный сегмент населения, находящийся в очень плохих условиях, действительно... Я тогда историю буду рассказывать. Ну вот, ладно, вы помажете ручкой, ладно? Ну вот, уважаемые коллеги, товарищи, нам не удалось сразу сказать до свидания. Я позволю себе буквально несколько слов. Прежде всего, еще раз огромное спасибо всем, кто смотрел и будет смотреть эту передачу. Пожалуй, не могу не сказать еще раз, 150 лет Ленину – это Ленин, который с нами, Ленин онлайн, Ленин живой. Не потому, что мы преклоняемся перед ним, хотя слова «я себя под Ленином чищу, чтобы плыть в революцию дальше» для меня были и остаются очень важным вызовом, на который, к сожалению, не всегда удается достойно отвечать. Я хочу, чтобы мы сравнивали себя с этим человеком. Да, наверное, Ленина XXI века нет, но стремиться к этому необходимо. Это большая мера, и когда себя сравниваешь с большой мерой, понимаешь птицу, возможности, необходимость быть человеком, коммунистом, стремиться, во всяком случае, к этому, в том числе читая, думая, размышляя, не впадая в догматизм и критически относясь и к сегодняшней действительности, и к тому, что написал Ленин, и к тому, что написал Маркс, но критически не предавая их главной цели – борьбы с миром капитала, борьбы за коммунизм, борьбы настоящей, через всю жизнь. Молодое поколение часто кидается в бой, и через год-два, не достигнув серьезного результата, исчезает. Я похоронил в переносном смысле сотни своих учеников и последователей, десятки организаций, которые возникали и уходили, потому что надеялись сегодня на завтра, тяп-ляп, одному присвоив ярлык коммуниста, другому сталиниста, третьему троцкиста, четвертому релингата, быстренько все сделать, а когда не получалось – уходили. Нам предстоит долгий марафонский бег, тяжелый, с мучительными препятствиями. Для того, чтобы эту дистанцию выдержать, надо запастись мужеством. Я понимаю, что в 60 лет это звучит скучно, как нотация, но поверьте, это то, что необходимо. Может быть, те, кто смотрит сейчас, победят. Я уверен, что в конечном итоге мы победим, но постарайтесь, чтобы вы, кто смотрит, слушает, кто будет смотреть, стали теми, кто будет поколением победителей, лидерами движения «Победители». Успехов вам! Спасибо, Ислам Владимирович, за интересную дискуссию. Я благодарю зрителей за внимание, за вашу поддержку, которую оказываете нашему каналу. Без вашего участия работа нашего коллектива была бы невозможной. И спасибо Урсу, который нас сегодня пригласил поговорить и подумать. Не без этого. Всем спасибо. До свидания. До свидания. Ура.